так ну наверно должны быть сейчас не сразу загружаются вот теперь мы прям эфире ура рано слышно видно да у нас целых 20 смотрят включая меня и водика мы без микрофона так здорово субботний стрим привет привет да сегодня что-то прям все решили сегодня стримить в том числе и мы вот темно или нет я не пойму хороший свет мне кажется нет у меня нормально тут в ушах да мы тоже тут в ушах есть на стриме чаплин там тоже уши темновато немного володя в темноте он прячется сейчас я попробую это так кажется нормально нет хотя вообще ярко подкрутите этот яркость экрана на смартфонов и будет все хорошо сейчас володя нас тут поджарить вадим в темноте я темная лошадка на этом стриме я с куклами у меня засветили да какие ушки и темно темно в темноте так хорошо было в темноте можно было путь и бесплатно неужели неужели не знаю ничего не скажем пока у нас одни целых три вида кукол будет разных всем привязать привет из перми щербинки привет сейчас я да скажу что у нас сегодня будет три вида кукол три абсолютно разные по формату по размеру по производителю но мне кажется все очень крутые мне кажется таких тоже как бы никто особо не видел еще свеженькие новиночки можно сказать горячие пирожочки практически вот я думаю что вам понравится три разных часа на три ну кого-то можете да побыстрее обсмотрим так сказать ну да на самом деле там какие-то будут мелкие какие-то большие какие-то средние я сказала что они будут разных размеров разные производители производители вот производители я думаю ну как бы основные основные главные куклы у нас есть подсказка надо уже все все догадались и все все ждут их но они будут совка это вишенка на торте наш сегодня вот поэтому что мы еще обращаем кто откуда давайте опросим потому сколько у нас зрителей 54 54 ну мы тебе скажем ты не волнуйся так наливаю бокальчик венца у меня даже чай забрали кстати да знакомься кто не знает это маша барби хист блин я забыл на тебя ссылки оставить потом после стрима я напишу на нее ссылки вообще она у нас часто есть у нее на канале есть и стримы с ней и ролики есть и вообще там полно куклы и у нас на канале и влог с обзором моего магазинчика кто еще вдруг не смотрел и в отделе кстати вот влог понравился вообще в принципе такой формат было ли интересно может быть вы хотите еще мою личную коллекцию видеть сам володя поснимал да кстати пишите как влог и хотите ли продолжением так ура какие вы классно володя маша вадима рады всех видеть лолок сегодня не будет извините можно отключаться всем привет любимые гости привет о дима пришел привет дима привет марин да у меня уж тоже была не раз говорит интересно так юлия добрый вечер и что-то как-то прям совсем мало народу все блин все на других стримах не волнуйся и это все на других стримах потом все все посмотрим вторую часть обзора на кукол барби привет классные мышата спасибо у нас на самом деле один котик кое-кому не хватило немножко мыша мышачьих ушей поэтому они котячьи на самом деле привет из саркута мне понравилось смотреть как выглядит магазинчик хотелось бы увидеть коллекцию все на шашлыках на каких шашлыках то на улице мороз ну а у димы это там плюс 15 наверно дим да уже тепло весна по полной надежды здравствуйте да маша наконец-то выбралась сбой бросила всех своих детей можно сказать мужей но вообще-то он у меня один как-то будет на мужа на мужа всех оставила и вырвалась к ребятам сюда так можно уже нет к сожалению нам его никто не дал пока и потом он очень дорогой ну мне кажется его и живьем кто еще толком не видел наверное предзаказ еще да только открыли этого хреново за котика на этого а ну как раз было бы кошачьи уши блин да котик этот даря нам поддержку а что-то у нас не работает не было еще главный ребенок но нет так как приятно вас видеть спасибо юля привет но 73 уже я предлагаю запустить угадайку до первая кукла которую я принесла этой кукол ни разу не было на канале взрослый колеса не было у меня у меня нет в личной коллекции волос тоже наверно в личной коллекции нет мы ее никогда не обозревали ваши варианты спасибо юля спасибо большое и донат у меня на лице какая прелесть но я специально пошел таки донат спасал чтобы они перекрывали лицо пожалуйста обзор скарлетта хазара звали сергей сделайте пожалуйста обзор какой сергей заводим который вадим твой скарлет просит показать на которого который в вода синди нет рураку тоже нет а синди кстати был обзор у нас был обзор на кого она был обзор а руку это которая ну типа младше сестры этой мамоки на мамоку у нас думал обзор спрашивают все так неинтересно вы должны были долго-долго угадывать но это будет кукла брат но не простые куклы брат потому что это я бы сказала что все сейчас вечно друг другу купленки дарю сувенирного чтобы это было как сказать короче это братс сюрприз вадим это как мы его обозвали квадратное яйцо это набор мини братс здесь нам обещают две куколки каких-то которые будут рандомные сюрпризы и это будут соответственно очень маленький куклы братс на конец долгу ждали братс ну вот видите маленечко брат сегодня на канал я принесла давай покажи на камеру поближе вот такая вот коробочка у нас даже подсветка подбора да 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 подходящая сегодня маша рассказывай где мы и откуда и где находится магазин мы живем все в москве магазин тоже находится в москве если вы куда приехать нужно обязательно заранее написать мне можете посмотреть будете после записи все мои контакты или на любом видео с моим участием например на самом влоге обзоре магазинчика лучше бы нормальных братс открыли привозить мы откроем привозить откроем так смотрите соответственно это типа маленькая неинтересная маленькая неинтересная не настоящая во-первых тут очень прикольный арт куколок кто знает как их зовут мы вообще не очень как бы фанатеем за брат я по брату практически вообще ничего не знаю поэтому Вадим сказал о Хлоя я говорю какая из них он говорит одна из них Хлоя Саша из СМИ и на этом наш разговор про братс закончился вот я думаю можно подвытащить этот сам как сказать из коробочки ой а есть ножик у нас сейчас ну я так не играю донаты не приходят ответка дай сниму по обзоре и совсем обман разрезали свершимые по ячейкам за какие-то деньги Клоя, Саша и Джей вот Саша, Ясмин, Саша, Джей а какие донаты не проходят нет 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 адвент адвент там нет а по донатам ну видимо как всегда ну нормально начинали так соответственно я думаю хочешь покажи вот этот сейчас оно там вот так вот без самой верхней крышки выглядит ну и с этой полупрозрачная коробочка с губками с губками да и мини братс написано и такой этот типа ангелочки там ну и видно что там две куклы как нам и обещают причем очень громкое заявление здесь написано series one то есть они явно нацелены на то что это все станет мега популярным и зайдет больше чем на одну серию спрашивают их еще не производят кого не производят еще уже уже наверное вот эти мини братс с губками нет это свеженькая прямо совсем это не не что-то из девяностых 2022 год вот да не приходит картиночка не пришла да ничего не приходит что может повторить с юлей была картинка нет сейчас попробуем так вот с юлей была а вот остальные что-то нет это марина семушкина добрый вечер всем чтобы все три были одинаковые да короче так сейчас я открываю нет нет я включу эту камеру ну тогда иди ты открывай на эту камеру вот и все вроде как она устраивай не двигатель хорошо извини давай показывай не смогу клацать мы тебя видим я вижу твои руки соответственно здесь был блистер все на пол ну да мы не успели ой 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 так соответственно бумажечка вначале у нас идет это все старое свежательное да но уже свежее некуда вот такая вот бумажечка мини-лок я распаковывала у себя дома у меня дома тоже есть любители распаковщики подпишись на новости видимо видишь там написано снизу какие-то новости хочешь читать лол сюрприз ну короче как раньше у барби были эти фан клубы с подписками точно так же сейчас видимо МЖ тоже решили ну что пакетик покажи открывай конечно да а пакетик как будто как от барби вы меня простите конечно да но вот эти розовые бина он включает на розовом фоне это словно бы барби да все так сейчас погляну сейчас тут пока почитаем что там пишут техническая плауза какие милаши все всем привет Екатерина привет так мне нравится Маша хочу посмотреть посмотреть ее кукол побольше но постараемся так так Маша вы не лолок на стриме распаковывали да я ответила что нет я дома все распаковываю повтори еще одно это было да повтори да еще один от вот Мария да ниже я ничего не понимаю в этом все дайте мне одну упаковочку я хочу попробовать спаковать ну можно так она ничего не приходит все равно на этот она на этом показывается давайте начнешь успаковывать пакетик наверное туда на крупную камеру да так было же унагомление ну вот на основном было почему-то на стриме не было вот такой пакетик члена стрима видите коробочка ой какая она ой какая она маленькая прикольно а у меня ясмин о ты знаешь или там подписано а у тебя кто а у меня хрен знает я не знаю покажи та которая попалась Вадику смотрите о какая там панк панку еще меня хлоя хлоя все как ты знаешь вот такая ясминка 20 лет написано у тебя а те кто спецы по братс расскажите нам пожалуйста были ли действительно такие выпуски ну то есть это по реальным каким-то куклам или это как бы под придуманные мини-версия так сейчас я кое-что сделаю вот написано при просмотре моей комнаты пришлось несколько раз падать в обморок от восторга хлои смин были не видишь это реальные куклы которые были вот это клевый очень задник прямо ага да такой это бритиш панк да секс пистол знаешь прям это прям даже меня заинтересовало как бы посмотреть на этих кукол так сказать в натуральную величину ну и кстати они и такие вполне сгодятся как будто это брат для барби да так вот Екатерина подскажет что сейчас перевыпускают как раз таких а в этой серии выходила мини-косметика да у брата есть какие-то еще другие яйца с сюрпризом с мини-косметикой но честно говоря мне уже что-то хватило мини-косметики которая мне досталась вот в этих ну вы поняли которые шары которые из детского мира вот у меня уже большой запас помад и там теней и я как бы решила что наверное ну то есть именно вытащить мини-косметику мне очень интересно плюс там у меня есть Rainbow High у которых в наборе лежит тоже косметика поэтому оооо слушай так смотрится вообще круто да там внутри есть подставочка сейчас Фолода сделает красиво они падать не будут при прокрутке при прокрутке так сейчас есть перевыпуск больших братцев такие малыши как у вас через двадцать лет спустя это Марина да мы начали с мини-сов чтобы это как сказать для затравочки быстро быстро куклы так ой как там сейчас будет красиво вам все там внутри коробки оказались вот такие подиумы на которые можно поставить кукол причем смотри как интересно видишь здесь одна коробка вверх смотрит ну в смысле как трапеция с широким краем вторая с низким и получается подставки тоже так стоят по диагонали да и куклы ааа у них мини-косметика которая реально красит ну ну как бы я все равно предпочитаю такую косметику реально не краситься как бы ну то есть это мне кажется по фану для детей это как в барби да там была косметика в куклах 90х вот а думаю что если захочется накраситься лучше купить настоящую ну это да да кстати привет 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 шары в детском мире да сейчас у них кстати акция два по цене одного кто еще не спустил все деньги на шары надо мне надо купить можно заново это присоединиться да ну что киньте пожалуйста кто-нибудь еще немножечко денешься я я пойду за яйцом не было в моем диском мире есть а давление я думала ты хочешь на яйца попросить чтобы не я хочу попробовать так она правда плохо красить настоящая косметика ну это как бы ожидаемое сумками сейчас по акции да я попробую запустить спорт нет нет это все привет чатик это я буду да я вижу вадим теперь мы никого не видим так давай на мышно как они как они называются на самом в самом диском мире кто они яйца я привезла из штатов я не видела есть они у нас или нет если честно кстати мне кажется братск нам не завозят да я просто вижу да что там перевыпускают братс но поскольку я как бы несколько пропустила этих кукол как бы это был тот возраст когда я была еще слишком взрослая чтобы играть в кукол и и недостаточно взрослой чтобы позволить себе играть в кукол поэтому как бы братс прошли немножечко мимо меня поэтому я не очень отслеживаю просто я вижу что вот лолок предположим завозят регулярно в детский мир а братс хоть это как бы и мг все равно почему-то нет ну или во всяком случае мне они как бы не попадались в детский мир по-моему прошло да а другие интересно только шары завозят на том спасибо зуру дам нет надо знать что там писали оповещение тоже самое да как называются шары в детском мире называется зуру сюрпрайз шары посмотрите недавно Володя выпускал короткие ютуб видео как они называются ютуб шорт шорт косметика шарфик у Володи попался я видела короче это вторая серия была у меня есть один шорт с первой серии где там шарики белые и вторая серия они шарики розовые там другие сумки зуру мини фэшн мини фэшн мини фэшн мини фэшн мини фэшн не сюрпрайз в общем расскажите мне как вам такие мини брать ну мне понравились прикольные сейчас еще раз включу их так а доставать их не будем из коробки они не вытаскиваются они как в этом как в мини шарах кстати это тебе кажется что не вытаскивается когда я распаковывала со своими детьми все оказывается прекрасно вытаскивается обратно не складывается но оттуда все вытаскивается короче то что я не успела отхватить все подвытащили так прикольные такие куклы для кукол да хорошенькие в качестве аксессуаров для куклы ну да вот как раз они и годятся для того чтобы быть куклами для кукол я предлагаю переключить на нас может быть покажем следующую куклу сейчас да следующую угадывайте угадывайте следующую куклу давайте подсказку этот бренд у нас был на обзоре ни раз ни два и ни три много раз был этот бренд но таких кукол вы еще не видели я бы так сказала что таких кукол вы увидите в первый раз так так и это будут ну все марина хотела на тысячу купить картинок у нас нету какая у нас сейчас суда у нас да показывают да просто у меня очень сильно отстает мотел так давайте заинтриговали фанатки нет не фанатки мотел да мотел барби да но не простая золотая снесла барби яичко да не простое а золотое вот почему я сакцентировала внимание на том что такие барби вы видели первый раз потому что это достаем да говорим нет еще нет пускай сейчас но таких барби еще не было ни на нашем канале и по-моему ни у кого не было эксклюзивчик да мне кажется ну может быть у иностранцев и было нет не спектра Юля привет кстати музыка группа сделай потище ну все стон мини-министы еще меньше нет нет эта кукла будет больше сегодня новые луксы нет ну их еще даже не появилась красивая суперсайз ну средняя что-то поменьше чем суперсайз но побольше чем регларсайз скажем так большие барби ну в общем да ну что показываем остается у нас сегодня куклы которые называются барби там одна вот это да давай тадам май фест барби поэтому я и говорила что первый раз потому что это моя первая барби это новая абсолютно линейка кукол которую сейчас запускает мотел для маленьких девочек я хочу напомнить предысторию что в принципе линейка кукол май фест была еще с 80-х годов обычно это куклы которые подразумевались первым подарком барби для девочки там ну лет с трех предположим очень часто у них были простые платья ну то есть на одной липучке чтобы ее можно было легко одеть и раздеть даже маленькому ребенку очень часто очень часто у них были молдированные туфельки чтобы собственно говоря маленький ребенок эти туфельки не потерял вот потом эта линейка подзагнулась немного вот посмотрите да камера у нас не влезает влезла прямые поставки на линке мотел ого да так сколько она сантиметров я не мерила если честно по-моему на 35 сантиметров в общем да в какой-то момент линейка my first подзагнулась и вот они ее решили пересмотреть выпустив кукол большего размера чем стандартные барби вов поставишь рядом с ней какой-нибудь барби чтобы все поняли насколько она чтобы вы понимали моя первая барби это хорошие барби должно быть много да моя первая барби реально намного больше чем чем барби стандартного размера что-то у вас сегодня все маленькое да барби хорошо кушает и растет правильно да вместе с эти с гербер выпускали да коллаборация и растишкой так все маленькое ну вот видите это маленькое это большое да вес актуален а не рост ну кстати вес вполне приятный я бы сказала не не прям это как ее называют тяжеленная она так давайте посмотрим поближе ее коробку так не вижу давайте сейчас он переключен да смотрите значит мне интересно что написано вот здесь вот софт а тут написано мягкое тело ну типа приятное потрогать ну для прикосновения тела а дальше на испанском кто-то потом я не знаю ну видимо то же самое посмотри вот здесь сверху линеечка зачем знаешь это чтобы написать кому написать да написать девочке Маше тридцати с лишним лет да вот easy to dress то есть легко одеть про что я говорила особенность этой линейки да ну и соответственно my first и арт изображающий ту куклу которую мы привезли вообще в этой серии выпустили сейчас четырех кукол соответственно вот мы их здесь видим на арте это афроамериканка азиатка практически большая милле и вот моя которая подразумевается видимо латиноамериканкой ее зовут банни в общем на самом деле все имена у них по зверюшкам которые идут в комплект то есть у моей зайчик поэтому она банни я помню что афроамериканка пудель вот соответственно там есть белка и китти с другой стороны с другой стороны арт самой девушки да только банни и сзади инструкция давай покажем ее наверно поближе потому что там все отсвечивает так значит написано что это для садиковской игры учебы и чтобы вот вырасти с моей первой барби дальше здесь нам говорят что ее легко одевать можно можно причесывать можно видимо купить все четыре потому что я не вижу мне отблескивает а ну storytelling play короче в ролевые игры можете поиграть класс люблю барби которые можно поиграть в ролевые игры мягкое тело для позирования в общем опять все четыре барби и вот видите надпись насколько она выше стандартной что она тридцать четыре с половиной сантиметра если обычная двадцать девять с хвостиком она кстати чуть ниже получается чем суперсайз потому что суперсайз у нас сорок пять сантиметров да она я говорю средняя что-то среднее очень интересно что раз мотел заявил нам какое-то новое интригующее тело они в коробке убрали блистер специально чтобы мы могли все потрогать а что-то видео отстает у меня да а вот а у меня здесь остается почему-то вот чтобы мы могли все потрогать чтобы удивиться убедиться что тело действительно новое хотя наверное на самом деле вот покупая это в магазине было бы наверное не очень что передо мной там ну даже перетрогала да 35 человек да все потрогали насколько у нее там софт и посыбл короче вот но поскольку я заказывала в интернет в магазине надеюсь что кроме сортировок ее никто не трогал но все-таки она же не голенькая такая ехала в какой-то там упаковке поэтому думаю что никто ее особо не затрогал вот и я думаю что мы посмотрели коробку сверху снизу можем все появлял долл джорни спасибо всем привет хорошего стрима чтобы все желающие могли пожар до провести похоже похоже юля да нам обещает новое мягкое тело приятное на ощупь прям реклама этого какого-нибудь шампуня это геля для душа да это давай пропустим кто там писал а малруни спасибо малруни кстати провес она довольно легкая но она не не тяжелая сзади покажешь как там сзади крепится в принципе слава богу крепится достаточно легко без без 350 тысяч скрепок закрепок в принципе я думаю что мы сейчас справимся довольно быстро раз два и три и все и все так скрываем да голову прибили конечно же опять давай сделаем вообще вот так вот так и так волосы вот что она похожа прорезиненная да она прорезиненная по-моему вся вся резиностая чтобы все жилые вещи могли пожарить это точно так как бы ей волосы не отрезать вот с этими а ты вот отсюда не можешь не хочешь отрезать сзади ой ты сейчас стрельнула так ой это можно убивать это Барби можно убивать просто отрежди опа и она вывалилась отсюда щелчки щелчки такая привет да я думаю ты показывай ее сейчас я отрезала волосы слава богу не я открывала капец это бы мне бы это ладно никто ничего не видел это моя это моя кухон я переживу помыть бы только да неплохие ладно сейчас я буду вам показывать а потом ништики годик ты вытаскиваешь ножницы так ну хорошенько лицо конечно странное но оно не Барби показывает все еще интересно наверное сейчас может быть первая Барби для дочки моей да я честно говоря так и подумала что если что и у меня точно теперь есть кому под отдать так смотрите соответственно вот этот egy и волосы вот тот клок который вырезала Маша волосы по по Home точнее на концах кудрявенькие но они не залаченные они они слишком смазан Мягкие, мягкие, хорошие. Менейлоны там. Да, это реально хорошие волосы. Сделано напрямую пробор. Вот такая прям хорошенькая. Мне очень понравился цвет волос изначально. Потому что обычно Барби блондинки. Или прям совсем тёмные. А это такая русая. Сейчас она даже чуть светлее, чем мне кажется. Потому что от подсветки, да? Так, Маш, молд какой у неё? Ну, My First большая Барби. Никакой молд, это как бы отдельная линейка. Я не думаю, что они... Кстати, я даже не знаю, они тут все четверо отличаются по молду или нет. Глаза как лупарик, да. Большая глазка такая. Она не тяжёлая совершенно. У неё большие зелёные глаза. Да, очень классная. Милая личка очень. Похож на Дая. Ну, я не знаю. Потому что, мне кажется, они просто... Как сказать? Ну, то есть, молд сам по себе отдельный. С этой куклы, этого размера как бы. Думаю, что они, конечно, всё придумывали. Ну, не совсем с нуля. Ну, по крайней мере... Так, ну что, покажи платье. Платье My First. Простец, как и не обещаю, чтобы оно просто одевалось и снималось. Поэтому оно имитирует и бусы, и бант, и пояс, и как будто это юбка с топом. Ну, на самом деле, это всё сплошное одно платье с липучкой сзади. Так вот прямо на картинке, да? Причём, смотри, липучка прям... Прямо на всё. На всё, на всё тело. На всю длину, да. Липучка на всё тело. Я себе предлагаю сразу её раздеть. Раз уж мы заговорили про одежду. Потому что мне это... Интересно тогда посмотреть. Волос карамельный блонд. Даже, я бы сказала, не блонд. Просто карамельный. У неё тут карсет. Карсет. Сколиоз у неё, знаешь? Это Челси со сколиозом вышла. Это надо переключить. Сделай, а то ещё что-нибудь порву. Порви сама что-нибудь, да? Это девиз этого стрима. Ой, смотри, как интересно. Она приличная. Да. Володя почему так ожирился? У неё есть трусики? Так, здесь мы видим, зачем-то они её укрепили картоном. Слушай, Бодик, а если я сейчас на секунду отключу вот этот вот... Вот эту... Она же потом нормально включится? Так. Показывай. Смотри, как пела. Ну ладно. Сейчас получит. Тёмненькое что-то. Самар или смесь. Мари, здравствуйте. Печать пикселей. Мне кажется, хорошая печать. Нет, печать не пиксельная. Прям хорошая. Ну может быть пиксельная, но прям хорошая пиксельная. Так. У неё на самом деле очень... Нет, она, кстати, тяжелее обычная. Ну тяжелее, конечно. Она как минимум больше и как минимум она... У неё на самом деле классное тело. Оно резиновое и... Сейчас начнём... Само тело тоже резиновое, да? Да, полностью. Всё тело резиновое. Да, да, да. А то я что-то по щеку. Посмотрите, она в нижнем белье. Всё прикрыто. Да. У неё трусики и бра. Такое вот с прострочкой прикольное. У неё голова проворачивается, но не кивает. Соответственно, голова не кивает. Это трёхлетки, они никогда не соглашаются. Да. Вот. У неё самое главное это руки. Во-первых, смотрите, они развалятся в стороны. Проварачиваются, соответственно. И, самое главное, у неё руки на щелчке. Гнутся. Это просто огнище. Да. Руки как ноги, короче. Они на щелчках. Это то, о чём мечтали все дети 90-х. А почему у меня здесь такой задержкой? Наверное, у меня плохо интернет здесь ловит, да? А руки на щелчках. Вот. И ноги, соответственно, тоже покажут. Ну, во-первых, ноги, ну, ноги раздвигаются вот так вот. Ну, и садится, она может садиться на такой шпагат. Ой. Ну, или на продольный. Лиза какой-то, потому что поперечный, продольный, не знаю. Какой-то. Какой-то шпагат. Она может садиться. А на какой-то не может. Кстати, у неё коленки выделены. Коленки у неё очень красивые, согласись? Да. Такие прямо... Человеческие коленки. Человеческие колонки. И они тоже сгибаются на щелчки. Мечта детства, да. Ох, какие щелчки. Два. Три. У неё на три щелчка сгибается нога. Причём, смотри, так довольно она реально почти 90 градусов. Ну, то есть не просто это... Ой, у неё на четыре щелчка сгибается нога. Вы бы сейчас видели счастливое лицо у Володи. Посмотрите. Она реально под 90 градусов сидит. Посмотри. Да, у неё четыре щелчка. Господи. А у тебя нет стульчика какого-нибудь? Посадить её? Ну... Чего-нибудь. Вон, на коробочку. Есть. Ну, ебаленький будет. Ну, просто на коробочку какую-нибудь можно. Да, на эту стульчку ты её не посадишь, мне кажется. Сейчас попробуем. Маша, расскажи секрет приблизительной стоимости куклы. Ой, слушай, Юля, на самом деле она какая-то не очень дорогая. Я сходу тебе не помню, но... Примерно как... Ну, в районе трех-четырех, наверное. Вот. Как-то она сидит не очень... Богом, да? Да. А то это... А то это... Она спокойно может сидеть и смотреть на стульчик. Да, да. Слушай. Сколько щелчков было праздника. Ручка на три щелчка гнутся, кстати. Да, ручка на три щелчка гнутся. Мария спрашивает, что это за кукла. Это My First Barbie. Новая линейка Барби, которую Маттел запустила, соответственно, вот в этом 2023 году уже. В серии четыре куклы. Плюс к ним будут наборы мебели. Я на самом деле хочу прикупить набор мебели. Мне очень нравится там столовая. Там будут такие стол и четыре стулья, у которых спинки в виде мишек. Вот. Очень хочется бы посмотреть. Это твой старый, что ли? Наверное. Странно. Так. Я предлагаю одевать ее. Ну да. И посадим ее на стульчик. Размер, кстати, хороший, да, для ребенка. Вот, давайте щелчки поближе вам дам. Послушайте. На камеру. Сейчас. Смотрите. Ой. Сейчас. Руки тоже. Руки на три щелчка. Третье не слышно. Четыре. Класс. Какой интернет-магазин их продает? Я не знаю, будут их привозить к нам или нет. Я честно скажу. Ну, если очень хотите, можно заказать через меня. Да. Через Машу можно заказывать кубку. Да. Если не очень хотите, можете подождать. Может, они у нас появятся. Вряд ли они у нас появятся. Как бы... А это что, только должно быть? Да, да. Ну, я оставилась. А, ну, это я уже завернула. Я предлагаю ее одеть обратно. Давай я покажу. А что такое? Это пупочек, да? Заметил, тоже есть. Да. Что это такое? Это игрушечка к ней, типа, в наборе. Да. Чтобы... Ну, она же... Вот у них каждый свой питомец. И у этой, видишь, бани зайчика. Сейчас я покажу тогда игрушечку. К ней вот такая вот мягкая игрушка. Вот с таким лейблом, который намного больше, чем сама игрушка. Вот. Хрустят, как живые. Потом, во-первых, вот такая огромная расческа. Вот с таким рисунком. Так. Круглые коленки, да? Какие коленки классные. Кепка. Козыречек, да? Козыречек, розовый с бантиком. И вот такие классные ботинки. Они тоже сзади на... Игрушка мягкая, не пластиковая, да. А где резиночка к ней шла? Да, я думаю, что мы ее сейчас дадим ей в ручку. На игрушке был логотип. Она вот так же в руку. А, вот так вот повесить? Да. Ну, она резиновая, она полностью резиновая. Одевай ей и все. Давай все одеваем. Давай на нашу камеру. Так. Теперь козырек что-то падает. Интересно получится ее поставить на крутилку. А, ну ее, в принципе, посадите. Кстати, не обманули. Тело реально очень мягкое и приятное на ощупь. Тело прикольное. Вообще очень необычное, да. Так что, в принципе... Не совсем как резина у Барби 90-х. Она такая... Может быть, за счет того, что ее тут больше, она какая-то... Ну, чуть более резиновая, что ли, да. По ощущениям. Все-таки у 90-х ноги такие немного глянцевые, да, можно сказать. А это прям такая... Дай Вадику пощелкать. Резиновая в хорошем плане, да. Руки и ноги пощелкать. Так. Размер куклы почти 35 сантиметров, да. Я проснулся, сколько стоит. Ну, Маша, напиши, она тебе скажет. Все, кто хочет, напишите Маше. Я все ссылки на Машу оставлю в описании под этим стримом. Да, и под любым другим видео. И под любым другим видео. Где Маша присутствует, там есть ссылки. Там есть ссылки. Ну, что, классная? Она говорит, щупайте ее. Она такая классная, сидит сами ее. Сколько можно ждать? Дайте Вадику пощупать. Дайте Вадику. Вот, дали Вадику выйти поиграться. Интересно, нет. Я думал, у нее какой этих есть? Когда резиновое тело. А, ну нет. Само тело уже без шарнира внутри. Ну, ну, как бы и не надо же. Это же моя первая там. Такие посты должны быть. Ну, это типа для маленьких детей, да. Типа для маленьких детей, да. Это как бы садиковская версия. Рисовка у нее, кстати, такая довольно мультяшная, я бы сказала. Да, она большая. Кстати, ходила в разведку на Весну. Посмотрела Мирея. Цена убила. По 6 тысяч. Нифига себе. Волосы жестковатые, редковатые. Одежда и обувь хорошие. Что с таким? Она большая, 40 сантиметров. Ну, блин, ну 6 тысяч, извините. А Мирея это что? Это наш русский бренд. Весна. И они все запустили. Что-то страшное. Они не запустили. Они как-то... Ну, Весну я знаю. Они таких советских кукол делают, как... Ну, они еще делают... Делают еще таких поле под Барби, но они дурацкие и страшные. И они практически... Ты в обратную сторону только чтобы пытался выгнать. Нет, но она вот. Вот сюда. У нее еще 3-4 шучки. Посмотри, у нее и локоточки какие. Да, она. Да? Прямо очень... Сама, наверное, не стоит, да? Нет. Тяжеловато, да? Так. Опа. Давай. Вот Мателл начал делать. Да, какие люди. Это не Ревайнд, это Барби. Это Майфиост Барби. Моя первая Барби. Вот Мателл начал делать обычных Барби с руками и ногами. Кстати, да. Вот могли бы сделать обычных Барби с таким телом. Дорого, мне кажется. Для них это сейчас... Да, да. А для обычных детей, для маленьких это недорого, соответственно. Ну, они сейчас запустят, подсадят, а потом... Извините, у нее... Начнем с того, что это... Как сказать... Ростом она больше. Больше резины надо. Больше резины надо. Слушай, расческа прям... Нормальная такая, да. Можно самим причесывать вполне. Русский Барби суровый. Да. Да. Игрушка. Игрушку. Верните. Ребенку. Так. Давай камеру. Она на четыре щелчка у меня руки разводится. Сейчас Волода нам сделает красиво. Да, если она влезет. Вот. Ну, ты направь просто вот этот... Мари не Барби, а скорее какая-то... Смотри. Поехали. Какой размер пропустили? 35 сантиметров кукла. Она выше стандартной Барби. Но и пропорция у неё не совсем взрослого человека Я бы сказала, как будто ей лет 15, предположим То есть она не кукла ребёнок, не пупс Но и при этом не взрослая женщина По самим я имею в виду ощущение пропорции, высоты, ширины, размера головы и так далее Я бы сказала, что это скорее как подросток Да, вы знаете, мне она прям понравилась Классная, вот ещё бы мув бы ей другой сделали Более, не знаю Более фэшн? Да, более фэшн Но это всё-таки на то и нацелено на маленьких детей Поэтому видишь здесь большие глаза, чтобы показывать делу куклы глазки Большой рот, чтобы показывать делу куклы ротик Очень классная кукла Почему у неё в руках с внутренней стороны локтя как будто маленькие дырочки на руках Я думаю, что это как вот у Барби девяностых Какие-то технологические вещи Интересно стало, что за дырочки Они на ногах есть Вот такие вот Короче, как я понимаю, это какие-то технологические дырочки Чтобы вот этот механизм щёлканье ходил внутри ноги Как вот у всех Барби девяностых на подошве дырка есть Ну я понял На ступне, да, на ступне есть дырочки Чтобы вот этот механизм работал Видимо, здесь топишь какие-то технологические Ну вот она не очень видно, но есть здесь небольшая дырочка А зовут-то её Барби? Зовут Барби А зовут Барби? Да Зовут Майфёд Барби То есть моя первая Барби Так, забыли сделать большие уши, чтобы лучше слышала И большой рот, чтобы хорошо кушала, да? Так Да, у старых также вот дырочки есть И молчание в чате Расскажите, пожалуйста, как вам куколка, которую я принесла Я специально подумала, что будет клёво принести её Такой свеженький эксклюзивчик посмотреть Потому что мне самой была охота, если честно, пощупать И другой размер, и другой, кстати На ощущение другую куклу А ты так тебя красиво поставишь А свет падает как-то Нет, она её просто конит Она её поставить не может Да, я могу красиво поставить Ступни мелкие? Нет, хорошие ступни Там мне показывали что-то Ну, зовут Барби Ну, это My First Barbie Её зовут Банни, да Ну, я не знаю, что там тебе сказать Написано Барби Знаю, что её зовут Банни Чтобы её отдалить других Ну, может, это кличка Банни Интересно, ей подходят одежды от обычных? Нет, наверное, не подходят От обычных нет, конечно Не подойдёт Да Ей даже Ну, если только с твоей монстряхой Вот с большим... С галиопой С галиопой что-нибудь снять, да Ну, у той нагады много больше, чем у... Да, на самом деле Самый большой недостаток, мне кажется Этой линейки В том, что под неё нужен Отдельный гардероб Я думаю, что те из вас, кто в курсе Про суперсайз Барби Я их тоже когда-то приносила на обзор Линейка не зашла в своё время Как раз именно из-за того, что им пришлось Отшивать новый гардероб Интересно Соответственно, My First Barbie Тоже может постигнуть это участь Потому что Одежду нужно где-то будет как бы шить Искать и так далее Хотя к ней уже появились фэшн-плейки Там с платьями с такими же С длинной липучкой С купальниками С питомцами Поэтому я думаю, что в принципе Маттел пытается позаботиться Чтобы вы купили весь комплект То есть Барби, подружек Одёжку, мебель Вот Не удивлюсь, если там потом выйдет My First Car Как бы И ещё что-нибудь В продолжении линейки Нет, вообще классно Вот пишет, что Юля Классно для этой задумки Красивые пропорции Отчёртание тела Милое лицо Поднимает идеальные позы Для чаепития И прочее Да, она Вот давайте Кстати, здесь это посадим Попробуем Поза она хорошая делает Так что-то это Тереза получается Ну, потому что это Латиноамериканка Там на коробке написано My First Barbie My First Teresa Ну, в общем Это как бы Не блондинка Это типа Латиноамериканка Моя первая Барби Зайка Латиноамериканка Скажем так Имён у неё много Знаешь Как там Я Боша Я же Жора Да И вот Так же Я же Барби Я же Бани Я же Тереза Как бы Так Милая личика Если большой рот Сделают Чтобы хорошо кушал То и большую попу Надо А знаете На самом деле Я когда мужу Первый раз Показала Набор Стейси Типа Макдональдс Фан Он такой Говорит Ну, конечно В 90-х Это была Стейси Которая Веселилась В Макдональдсе А теперь Ты удивляешься Почему у вас Появились Толстые Барби Типа Через 20 лет Вот Лицо Не очень понравилось Слишком взрослое Пишет Марина Но А тело Супер Мне кажется Лицо Такое Лицо Ну вот Как раз Не взрослое Наоборот Хочется Более Во взрослее Лицо Если бы Дочка была Я бы Заказала Очень милые Ножки Такие Ровные Коллекцию Вот Просто Там Одну Чтобы Такая Необычная Кукла Как-то Прикольно Кстати Как ее зовут Джинсом С париком После Ее Рождением Нет Не налезет У нее Она Мне кажется Поуже Она Худенькая А у этой Такая Она Единственное Что Может быть Куртка Или Парик Или Парик Там На коробке Ограничения Стоит 3 плюс Нет Должно Быть Здесь Вот Обычно Да Она На видном Месте Обычно На видном Месте Переработка Переработка Написано Коробку Можно Переработать Кстати Ограничения А ну Да 0.3 Не рекомендуется Но Мне кажется В принципе Кроме Тех Игрушек Которые Прям Реально Совсем Для Малышей Все остальные Для постраховки Пишут себе Что 3 плюс Ну Да Это Классика Себе Чтобы Честно говоря Проглотить Такую обувь Предположим Это надо Ну Как бы Большой рожей Чтобы хорошо Кушать Да Потому что В принципе Детали Достаточно Большие Как бы Кольционерам Надо брать Возьмёт Лика Не зайдёт Мне нравится Тело Ставится Раритет Прикольное Прямо Хорошее Могли бы Коллекционерам Хотя бы Такие тела Делать Без всяких Вот этих Шарниры Вместо Мейк Тому Да Вместо Мейк Тому Интересно Не могут Подать очки Сплошево Стрима Помните Да Но они Эти очки Уже Одну Отправил Подарок А вторую Уже Упакована Волосы Очень Хорошие Они Мягкие Это не то что Не экстра Ну в принципе У старшей сестры Мамина помада Сапоги Мама я гулять Я гулять с мальчиками Я гулять с барами Да Ты ничего не подумай Просто так смотришь С завистью Да Мне просто интересно Большевата Буквально Большевата Ну Больше Как со старшей сестры Да Ну Покажи По обуви Кстати У них стопа Одна Это уже Интересно Ну нет Конечно Тоже Стопа Больше Чем у Барби Кстати Вот стопу Я не показал Слушай А вообще Ей идет Посмотри Покажи И стопу Заодно Покажи Так Согласна Так Во-первых Сто Стопа Под каблук Но она Большая Ну Сравнили С обычной Нет С обычной Ой Секунду Как же Так Сравнить То Но тут Непонятно Будет Ты бочком Поставь Ой Ну Стопа Явно Будет Больше Ну Стопа Я бы Сказала Вразмерная Кукля Вот Насколько Она Больше Барби Настолько И стопа Больше Она Не Выглядит Ну Как бы Ни Большой Ни Маленькая Но Здесь Хорошо Выглядит Пятка Так Я люблю Мэйд Томух Видите Мэйд Томух Зашло А вот Скажите Если бы Мэйд Томух Была бы Снаружи Обтянутая Обтянутая Резина И Шарниров Не Было Видно То Вам Зашло Такое Тело То С той Подвижности Но Без Шарниров Вот Мы Про Что Говорим Надо Коллективное Письмо Написать Да Мне Кажется Им На эти Письма Скажем Тогда Что Такое Дубки Полетела Да Ладно Все Сразу Конферс Один На резину Неудобно надевать Ну штаны Конечно Неудобно Затягивать Да Будет Но Поэтому К ней Идут Платья На Одной Большой Липучке Да Прям Такая Смотри Ничего Не Видно Ты Ее Просто Покажи Поближе Неудобно Сберите Это Барби Ты Ее Фейсом Покажи Вот так Вот Смотрите Это Мы Ее Дели От Синди Ну Это Не Синди А Это Тонер Да У тебя Да Тонер В общем Сняли Мы Тонер Которая Из Как же Этот фильм По Бриолину Да Вот В косухе Крутая Видите Нормально Одеть И Будет Клевая Кукла Да Не Очень Крутая Ну Да Немножко Большая Но Все Что Она Начала Смотреться Возрослее Из-за Куртки Да Из-за Куртки Сразу Такая Это Стопа Как у Дарси Ну Наверное У меня Дарси Нету Нету И я Поэтому Ничего Не могу Сказать Фу Раздевайся Я Уже Мэй Томух В чехле А че Нету Манекетов Таки Делать Ну Вот Да Володжи Теперь Будет Мечтать О Таком Вразмерном Теле Для Барби Да Я Надену А Лишь Остану Пока Кем Ком Это Конечно Ее Надо Волосы Подсобрать Под Парик Сейчас Моя Резиночка Спрячем Сегодня У вас Очень Молчаливый Зрителю Так На сколько Общенно 122 Человека Смотрится 124 125 132 Да Что-то Нелецко Прибавляется Где все Эти люди Да 132 Ну Как-то Так Да В общем Мы с Тонера Еще и Парикок Сняли Тут Немножко Пошарить Так Это Какая-то Знаете Это Времена Такие Когда Прикита Носили Как ее называют Бриджертонов Смотрел Да Да Вот Типа Что это За кукла Это My First Barby Новинка 2023 Года Увеличенная Кукла Для Маленьких Детей Barby С размером 35 Сантиметров И С всем Резиновым Телом У которой Ручки Гнутся На Щелчки И Ножки Гнутся На Щелчки Можете Потом В записи Посмотреть Как Это Тело Собственно Гнется Если Вам Кукла Понравилась Ее Можно Заказать У Маши Через Какое-то Время Она Может Привезти Заказать 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 Границей И Привезти И Достанет Все Ссылки Будут Мой Ласт Barby Заказать Заказать Границей Было бы вообще прикольно, если бы они ее развивали и вообще сделала бы действительно поменьше такую куклу, как Барби. Май секонд Барби, да? И эту, как сестра Барби, как ее зовут? Скипер Стейси. Скипер, которая просто старшая сестра. Да, Скипер. Могли бы Скипер сделать такую. Я себе заказала, кстати, гигантскую Келли. Да? Они были 35 сантиметров, вот такие Келли. Келли, это которая пупсовая. Это самая младшая кукла, только в 35 сантиметров. Монстр такой. Да, она мне когда-нибудь там, неизвестно когда приедет, и я может ее, это, Элвиса смотрела, нет? Нет. Недавно посмотрели. Опять же таки, они могут принимать разные позы, их классно фотографировать. Да просто классно играть, потому что, ну, у нас в детстве же, да, все ждали этих руки на щелчки, а тут, тут и руки, и ноги. Все, на щелчки гнется. Ты уже, наверное, это взглядом наметанным, думаешь, в какую позу и поставить, чтобы красиво отфоткать, да? Маша, вы привыкли к Фрэнке? Оставили ее в коллегах? А, да, Фрэнке. Она у меня пока живет, да. На самом деле, вроде мне казалось, что это вот не очень мой персонаж по типажу, но внешне она мне больше всех нравится, и, в общем, она как бы живет, не вызывает у меня прям такого желания от нее избавиться, я бы не сказала, что прям суперлюбовь у нас с ней случилась, но, да, она живет у меня, я, кстати, заказала вот этих новую, новую Фрэнке, которая недавно вышла. А, да. Маскарадную. Но я думаю, что моя все-таки поприкольнее, чем маскарадная. Жалко очень, что было. Интересно, сколько щелчков выдержит. Мы выдержали 4 на ногах и 3 или 4 на руках, Володь. 4 на руках. И 4 на руках. Келли Годзилла, да. Ну, она такая, ну, прикольная, но немного криповая, конечно. Так. А, сколько она выдержит при активной игре? При активной не знаю. Ну, знаете, я так скажу, есть дети, у которых, в принципе, ничего не выживает. У меня просто младший сын, он сломал больше игрушек, чем первые два до него, потому что он все, что берет в руки, у него все рассыпается. Просто вот он ничего не делает вроде, но это все. Машинка, машинки вдруг разваливаются, поэтому тут, мне кажется, зависит не от куклы, а от ребенка. Один с Зеней, вместе с куклой. Вот она клевая. Приятная, правда? Прям такая резина, правильная, да? Довольно резиновая и приятная на ощупь. Так. Сейчас, секундочку. У меня сидит вообще, что-то совсем не то показывает. Ага, понятно. Чего? Камера отключилась. Камера отключилась. Камера отключилась. Войник не поможет сделать. Что тебе сделать? Камера крупный план отключилась. Смотри, ты ее включил, брат. В плане. Ну, выключи и включи ее. Небольшая техническая пауза. Резиновая резина. Да, новая фраза. Она вообще не запускает. Камеру камеру. Ну, там не видно, что там... Ну, там... Да, что моя рука. Рукой. Что он там делает? Вам не видно. Да. Короче, надо как это сделать. Надо начать уже вот это вот. А что? Давай. Давай. Нет, подожди. Давай камеру. Камеру разберемся сейчас. Нет, давай в начале лета. Ну, пускай угадывают. Ну, как угадывают? Они уже... Ну, давайте. А теперь угадайте. Прям вот... Да, сколько? Без единой подсказки угадайте, каких еще кукол я сегодня принесла. Вот без единой подсказки угадайте, какие же там куклы еще умные сегодня в пакетике с собой. Там с собой... Фанатки. 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 Как же вы сразу все догадались. Фанаток. Фанаток. Да. Мы принесли фанаток Дисней целый вагон. Съехавший в ботке такой смешной котик. Ну, да. Вообще, на самом деле, он и есть котик. Потому что у него не мышиные уши. Давай я буду доставать, наверное. Я принесла сегодня. Раз. Ганатик. Спасибо. Ой, лошадь поехала. Муна! Спасибо большое! Два. Я, блин, поменял пробу. Три. И... Какой? И... Аж... Ну, вот так. Четыре. Я сегодня принесла целых четырех фанаток Дисней. Вот. Офигенно. Да. На самом деле, тоже, когда я эти куклы увидела живьем, я поняла, что они офигенные. Так, давай как-то я их размещу красиво в кадре. Чтобы не стримить тут до ночи, мы решили, что мы распакуем двух из этих четырех, покажем поближе всех четырех. Ну, когда Вадим у нас настроит нам камеру, эту близкую. Очень сложно, да, в этом, в обратном порядке, да, думать. Вот. А раскроем, соответственно, Маша весь магазин привезли. Блин. У меня еще много там осталось интересного. На самом деле, я собиралась, думаю, блин, я еще вот эту хотела на стрим привезти, и вот эту хотела привезти, и вот эта тоже клевая. И здесь у меня еще у Володи лежит целая сумка кукол, которые он... Мои куклы тут у Володи никак не кончатся, которые он распаковывает. Вот. Как их много. Недавно анонсировали, что мне спецпочты вставляли. Да нет, вроде обычной почты. Тут вообще нет в Бреске. Да. На самом деле, остальные, мы просто, ну, вы заказали самыми первыми, как только они вышли. Вот прям в тот же день я, Володя, свистнула. Мы быстренько заказали, нам самыми первыми загрузили. Все остальные, кто заказал их, они тихоньку всем тоже заведут. Вот, поэтому... Сейчас там свойства, что-то надо переключить, потом обратно поставить сюда. Сейчас мы все покажем. Я предлагаю Володе сначала, знаете что, дай нам, пожалуйста, какую-нибудь коробочную Барби, чтобы мы показали размер коробки. Честно говоря, я думала, что они будут меньше. Сказала, мама. Блин, у меня тут большие сейчас. Ну, а вот нам весь смысл в том, чтобы показали... Нет, это большая коробка. Ну, так вот, смотрите, коробка большая. Барби у этой коллекционной. И, собственно говоря, вот эти фанатки выглядят... Ну, то есть, довольно большие коробки. Маленьких нет у тебя, да? Для сравнения. Ну, вон, у тебя там вот есть старая Лукс. Сейчас я покажу. Нет, у тебя есть маленькие. Ой. Ты живой? Мы улетели. Да, мы улетели. Камера немножечко улетела. Вот, чтобы вы понимали сравнение с Барби 90-х. Коробочка довольно-таки внушительная. Так, так, так. Для чего Вадик в танцах супер все упало. Так. Сейчас я какое-то сделаю. Сейчас я спрячу обратно. А, кстати, посмотри, я достала эту тему, да? Да, кстати. Я даже не подумала, что Барби достала эту тему. Кстати, да. Это Дизнейка. Еще и с шариком, посмотри, с таким же, реально, как фанаток, да? Я пока, знаешь, сюда просто поближе буду показывать. Кстати, кто не смотрел, у ребят был обзор полноценный на почти всех угол диснеевских. Барби посвященных, когда они ходили в Диснейленд. Обязательно посмотрите. Очень большой обзор и очень подробный. Так. Тогда мы эту Диснейку спрячем, пожалуй. Я тут Волода немножко привела беспорядок на полках. Так, и тут Диснейки, ну извините, пожалуйста. Извините, Артем, мужиков сегодня не будет. Можешь отключаться, да. Вот. Спамеры, хейтеры пришли в гости. Все работает? Да, только сейчас я кое-что поменяю. Все. Я прошу прощения. Небольшая техническая пауза. Так. Все. Да, сейчас у нас меньше сделает здесь. Сделал меньше. Я думаю задник сделал меньше. Так. Сейчас мы большие. поменьше. Поменьше. А ну. Опа. Все. Поменьше. Твоя работа. Твоя забота. Давай показывай всех их. Так. Так это айфон. Это мой. Вот. Екатерина говорит, что если мы распакуем азиатку, она будет плакать. В смысле, я надеюсь от счастья, да, Кать? Я тоже хочу ее распаковать, кстати говоря. Да. Но она мне тоже очень нравится. Итак. Первая у нас сегодня это фанатка Жасмин. Я напоминаю, что эта серия называется Disney Forever. И она посвящена фанаткам кукол. Потому что первый вопрос, почему кукла на арте нарисована Жасмин. А кукла, ну, как бы совсем не Жасмин, да. Блондинка, светлокожая, голубоглазая. Потому что она просто фанатеет за эту принцессу. Она не имеет ничего с ней с кожей. И вообще, в принципе, все куклы в этой серии перемешаны. То есть, дальше мы увидим вот у Тутианы фанатка вообще светлокожая азиатка, да. Вот. Вот. Так. Это все или задник давайте посмотрим? Ну, давай. Вот сбоку у нас фуё фото. Посмотри с другого стороны, с другого боку будет арт Жасмин. Ага. Так. Привет из Краснодара. Привет. С Алисой в стране чудес, говорит, похоже. Да, что-то есть очень сильно, кстати. И давай покажем задник. Задник, кстати, практически у всех одинаковый. Одинственная разница, что вот в сердечке нарисована та кукла, которая именно у нас сейчас в коробке. Всего их в серии шесть кукол. Соответственно, мы принесли четыре из них. Оставили за кадром двух фанаток Бэйш. Чёрненьких остались. Совсем чёрненькие. Совсем чёрненькие. Не устали брать. Да, да. Надоели нам чёрненькие. У нас расистский будет. Да. Как же хочется переодеть фанатку Жасмин. Ну что, давай показывать следующую куклу. Мы будем показывать, что там у них внутри. Ну давай покажем тоже. Мы же не всё будем распаковывать. Да, не всё. У Жасмин, соответственно, вон там есть сумочка с кисточкой. Где сумочка? Вон зелёная такая. Какой-то блокнотик. Курточка. Одет сама она в джинсы, в джинсовые шорты, в браслет, футболка с Жасмин и неизменный атрибут шарик. Потому что внутри каждого шарика, как вы поняли, шары сюрприз это теперь в принципе единственная возможная радость видимо для детей. Поэтому в шариках у них какая-то вкусняшка. Неизвестно какая. Давай. Вот там уже кто-то перепрошивает их даже. Следующая это фанатка Тианы, азиаточка. Она тоже очень красивая. Я думаю, можно показать поближе сразу. У неё есть рюкзачок, паильничек, куртка. Вот она одета в такой сарафанчик с футболкой и тоже шарик. Соответственно, с одного бока у неё арт принцессы, за которую она фанатеет Тианы. И с другого бока у неё её фотка. Кстати, я подумала, если их все вместе поставить, будет довольно красиво. Вот. Давай следующую покажем. Следующая у нас фанатка Золушки. Кто-то пришёл до нас, да, прислал? Да, так почему-то мы его не видим. А потому что на этой сцене ты не добавляешь. Похоже на Люсь Илью. Да, я тоже об этом подумала. Какая красивая. Сейчас давайте, типа, мне интересно, кто прислал донат. Одежда одеть на Барби. Сейчас мы всё откроем и всё померяем на данный момент, пока мы их ещё не щупали. Так, Семушкина Мария, Жасмин вперёд. Спасибо большое. А вот ещё Злодеев Сма голосует за распаковку фанатки Бэй. Круто, у нас её нету. У нас Бэль нету. Бэль у нас нету, да. Лена, почему опять не приходит? Нет, у тебя в этой сцене почему-то нет донатов. Это на другую сцену ты переключишь и запустишь. Давай покажем пока что нашу Золушку. Как видите, Золушка наоборот вся. Она темнокожая и темноволосая. Но я бы даже сказала, что она более русая. Давай покажем её поближе. У неё вот такой закрученный топ. Ушки эти вот Микки Маусовские, как у кого-то сейчас. Вот, штанишки, такая оверсайз кофта, сумочка и фотоаппарат с, соответственно, шариком. Сюрпризом. Здесь мы видим белоснежку на арте, фотку и задник. Ну, задник одинаковый со всеми. И мы ещё не показали белоснежку, которая совсем не белая и не снежка. Да, она, наверное, самая тёмненькая из всех этих куклов серии. Ну, из тех, что мы сегодня принесли. И у неё очень клёвые веснушки. Так, видите, у неё такие веснушечки весёлые и вообще такие кудряхие, прям кудряхие. Какие красивые. Так, что не умеет сидеть, кто-то читал, мы это узнаем. Какая милашка. У неё очень клёвый кардиган. Мне нравится этот кардиган с яблоками. Я из-за него, как минимум, просто сразу влюбилась. Резиновый рюкзачок, очочи и, опять же, шарик с сюрпризом. Арт белоснежки. Здесь, соответственно, белоснежка. Сама девушка. Ну и сзади, соответственно, та же фотка, только она на сердечке. Так. Ой, сказали, что осень обещают вторую волну. Давай туда поставь. Очень интересно. Там будет фанатка Микки Мауса и ещё кто-то. Я ещё, кстати, не видела. Самый клёвый аутфит говорят у белоснежки. А то вроде хочется золушку, но я ещё надеюсь какую-нибудь рыжую. А ещё, кстати, я видела, ну, как этот фанат, да, это называется. Кто-то заметил, типа, а если бы выпустили парней фанатов вот этих принцесс. Ты не видел таких? Да. И там вот такие прикольные парни, как будто они тоже фанаты принцесс именно. И, типа, даже им, типа, прорисовали фэшн-фэки. И там такой очень смелый наряд для... Вдохновлённый Меридой, потому что по Мериде нет ни фэшн-пэка, ни куклы. И у него там, короче, парни такой килл красивый сделали. Типа, и это вот фанат Мериды вот такой бы, типа, переоделся. Кудряшка Сью. Шикарные новинки. Спасибо. Парни были бы шикарные. Я думала, это Артём написал. Ну, нет. Да, парни были бы, наверное, прикольные тоже. Но, кстати, они были там довольно мультяшные. Всё-таки я как-то мультяшных девочек больше люблю, чем мультяшных мальчиков. Написано было, что будет фанатка Урсулы. Прикольно. Я бы тоже был вперёд. О, прикольно. Микки Мауса, Урсулы. О, фанаток злодея вообще было бы круто, да. Они были такие. Ну, надеюсь. А уж что там будет, на самом деле, это пока рано загадывать. На этой сцене, да, получается? Да, да, видимо. Надо добавлять на все сцене. Давай, да. Вы уже решили, кем будем. Мы хотим голосовалку. Да, давайте голосовалку. Только я не знаю, как её делать. Мы хотим всех запустить. А вы пишите, кого бы двух бы вы хотели распаковать. Потому что... Либо по донатам. Голосовалка. Голосовалка по донатам? Ну, можно голосовалка по донатам, да. За самый больший донат или как бы хотите? Нет, не за самый... Кто в сумме больше наберёт, да? Нет, ну да. Ну, не знаю. Так. Можно там по 60 рублей. За кого больше кинут? В смысле, количество человек, но не количество донатов. Сумма. Нет, нет. Ну вот, например, там... Да ладно, голосуйте так, короче. Я не знаю, как здесь делать. Нет, не так. Просто пишите в чате, каких двух вы хотите. А здесь вопрос надо только четыре, да? Да. Давай, пиши. Белоснежка. Фанатку Белоснежки .на, да. Белоснежка. Дальше. Золушка. Ой, ой. Жасмин. И ещё одна. Тиана. В скобочках азиатка. Тиана. Тиана, да. Ну что, голосуем. А пока в ряд. А мы же уже их сделали сейчас в ряд. володя может показать злодеи сама 150 рублей спасибо нет ничего не приходит приходит запоздание просто плавно блин как все почему переведи камеру все хорошо вот не переживай если вы подзабыли за кого мы голосуем соответственно белоснежка золушка жасмин или тяна азиаточка ты можешь проголосовать я проголосовал уже давай я тоже так диану и снежку хотят мы сплернем что у нас не только куклы кстати да у нас не только куклы пока кстати выбираем мы можем показать давай мы покажем на мото жили мы принесли еще и да я думаю ты можете вести на самую камеру типа типа не догадается в общем это фэшн пэки причем да да давай наверное можешь показывать на общую камеру с этой линейки помимо основных кукол есть еще фэшн пэки фэшн пэки по выпущены по большему количеству принцесс чем ну чем сами кукол и помимо одежды есть фэшн пэки с аксессуарами например вот это мой фэшн пэк фанатки Мулан очень крутой вот это мне очень нравится яркая курточка мы обязательно померяем ее на барбеек я даже не помню какой какой я заказал фэшн пэки а вся одежда твоя оба а да 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 а моя мебель и соответственно фанатку золушки можно одеть прямо вот это такое ну вот прямо на стук в ее цветах да прям тут нет сомнений что это золушка вот были в наборе нет розы в колбе ну вот да вы сегодня сделали мой вечер спасибо что творят и пэки есть все есть маша все есть останемся с ночевкой нет вот поэтому мы и сказали что мы сегодня возьмем только двух кукол из четырех чтобы не остаться здесь с ночевкой огонь эфир спасибо дальше золушку тяну чьи это куклы какие-то мои какие-то машина вот брат и my first barbie были мои куклы принцесс и я себе заказала и володя как бы тут одна кукла моя и три куклы володина но мы пока не будем раскрывать какие потому что мы решили что распакуем ну вот как бы да вот а фэшн пэки одежда володина но я теперь уже думаю точно себе еще закажу другие фэшн пэки я себе заказала фэшн пэк с аксессуарами и он большой прям приятно такой подержать как сказать не какой-то там да вот это вот под блистер засунут и а прямо и владимир даст открыт своих кукол да это исторический стрим придется задонатить да да во первых я же сыграл на надо для стрима на кукол благодаря вам спасибо большое вот я и купил этих куколок интересные куклы пэки хорошего стрима спасибо за тяну азиатку крибадосы ой привет привет ребят выглядите шикарно наша красота посмотрите мне там все написано в телеграм-канале его вконтакте вконтакте все есть а ты можем наверное уже посмотреть результаты голосования я потому что мы садим двух кукол откроем чтобы так уйти не было замуж мишка и диана ну что скрываем было слишком тяну левую правую это что дать и указали открываем обеих вангуте их моя кукла уйдет домой короче не распакованная моя была золушка сегодня так ну что давай мы пока пэки отодвинем наверно да а я развязывался не заказывал нет точно это не заказывая заказывает . вот это три твои да жасмин у тебя ответственно останется не распакованная моя золушка поедет домой домой дома распакую и вот так кто так голосует жасмин надо было давайте золушку так ну что я завершаю опрос думаю что да явное лидерство за за этими двумя и соответственно с какой начнем верните все в завтра стойте нет нет можно все вот это уже на стриме на одном открывали на другом да да хотите мы откроем золушку мою володя видите запереживала что-то да нет я не в этом плане а в плане того что шучу шучу маша он хочет очень сильно золушку давай с тианы начнем она лидер да если вы вдруг передумаете на золушку пишите значит это все мне кажется свитер хотят просто белоснежкин померить на барби свитер топчик у нее рапунцель рапунцель нету но есть фэшн пэк рапунцель там такое шортики топик какой-то и что-то лежит еще в наборе я не помню что а и рюкзачок розовый кто-то кстати у меня заказал такой фэшн пэк нет откроется с другой стороны с другой стороны проголосовали еще за белоснежку Маша переживает хочет эту золушку в общем поэтому пока оставили Лучше Жасмину и золушку как и первый дух уже видели у Чаплин коллектора извините ну давайте золушку откроем азиатку и золушку Смотрите у Чаплин коллектора они ее открывали прям параллельно сюрприз там какая-то вкусняшка внутри можно покушать а ты не хочешь это или нет уже не надо показывать в общем крепится на целую кучу этих кликов клипсов давай сам режь а то если я твои кукле волосы отрежу ты мне большего гостя не позовешь это я своей могу там да нет почему не позову позову и искромысаю твоей кукле волосы скажи на Вадик открывай ты потому что мне неудобно у меня все улетело на самом деле как ее где она вот эта коричневая самая темненькая золушка давай покажи белоснежку просто открывали уже на вот эту вот эту мы будем открывать давай сегодня открывали на не давайте по очереди ну я ее подвытащу да у Чаплин коллектор на стриме точно такую же открывали поэтому можете посмотреть я просто посмотрел уже мне не интересно давай тогда давай тогда да мы тут суши ой бозаушница да да мне так нравится арт да прикольно он такой с двойной линией эти перевозили ощущение как будто она какая-то ага у меня тоже ощущение что это в глазах рыбе да они такое так Тиану тоже там ну уж извините да Тиану все равно хочется посмотреть ну потом на другом стриме я открою остальных двух ты такая красивая слушай просто сегодня две одинаковых открывательные слушай Золушка прям вообще посмотри не хорошенько мне она тоже нравится а посмотри у нее есть дырки в ушах а сережек нету это для покупать фэшн пэки наверное а в фэшн пэках тоже не купить кстати в фэшн пэках я не видела сережек нет есть есть как минимум у тебя вот здесь вот есть у Золушки я предлагаю вот эти фэшн пэки одеть да прикольно слушай азиатку фэшн пэк Мулан прям все сложилось да пазл сложился да так сейчас у нас ножницы видите у Володи дома только один комплект ножниц поэтому у нее есть все большие но они мне удобно будет открывать стараться не будем азиатку посмотри была слишком я переживу ты кукла да остальных потом на другом стриме откроем на что обратить внимание что у этих кукол вставные глаза как минимум уже этим они очень сильно отличаются от большинства других современных фэшн пэки так осталось да что дай машину ложку оторвать отрезать полосами полосами так давай ура достали 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 и кстати я наверно все таки завтра пойду схожу на пару часиков на встречу покажу что у него какой-то страшный очень этот шарнир да вообще что его страшно бедой ну-ка дай-ка да да не волнуйся ой так ну шарнир да я хочу кушать а нет я тоже хочу кушать не двигается все нормально просто он тяжелый ну что показывай на камеру дайте хвостики клевые да да ну волосы кстати жесткие ну никак теперь мне хочется кого-то распаковать это распаковка вирус это называется но все равно она клевого мне нравится пусть красивая да лицо да и тоже дырки есть волосы по трампу ну твоя лучшая волосы ну надо мыть они жестковатые но не ну не совсем какой экстракт но такие жестковатые да так а коробку же можно рвать да нет нет коробку нельзя рвать ну не сильно ну не сильно это чья куклу но я наоборот это у меня можно рвать так вот такая вот на давайте все успокоишь вот такая вот девушка потом поставим сейчас начнем с волос как обычно во-первых у нее на голове ушки этого какого зовут микки мауса они они украшены кстати лотосом да потому что она у тяны там да как это лотос было где там ее коробочка нет вот у нее кстати корона такая у тяны посмотри посмотри у кого коробочка у кого коробочка у Володи наверно да у нас да найди вон там где у тяны коробочка вон посмотри диадема которая была у тяны видишь здесь смотри это такая же и такая же получается как бы корона на ушах у вот она видишь у фанатки тяны так одной рукой кусайте бургер и другой распаковывать давай на макбуке в прямом эфире она реально как Люси Юри да поочень похожа глазастик ушастик у нее вот эти залачные залачные эти сопельки на волосах не знаю как это называется извлекаловки сопельки на волосах ура вставные карие глаза ты не видел кстати видео как там уже эти глаза тоже в ковыри нет не видел нет это MyFroggyStuff знаешь это блогерша такая известная западная она ну всякие DNA куколь немного делает и вот она им выковырила глаза стерла соответственно вот этот вот зрачок с радужкой нарисовала новый тут же там акрилом и лаком для ногтей и прям там капец красивые глаза подстекнуты называются подожди ну не открывай не открывай подожди ну сейчас я съем сюрприз у нее перламутровые розовые губы или не розовые они мне кажется скорее такие не розовые они коралловые коралловые что-то такое и вот эта вот странная подводка на глазах непонятно что оранжевая да прикольная необычная что-то что-то так волосы во-первых кстати многие меняют глаза необычные у меня два хвостика совершенно простая прическа два хвостика но волосы жестковатые они требуют их помыть и расчесать я наверное все-таки это сделаю ну в общем и вот такое вот красивое лицо вот такое красивое лицо да я русский знаю хорошо вот такая вот одежда на ней вот такая вот красивая одежда это я вчера у знакомого на стриме сидела она рассказывала как у нее мама что-то готовила и она сказала очень интересную фразу моя мама пока готовила мясо она убежала как это называется не платье а юбка с... сарафан а это сарафан вот такой вот сарафан с лотосами с лотосами он ну это не джинсовка конечно но сделано типа под джинсовку блин надо было конечно ролик снять ну извините все все закрыли глаза ничего никто не видел все забыли уходите да ты можешь про двух других снять хочешь ну может быть кстати так мне нужен сценарий кто-то помог со сценарием давай стрим помогите мне пожалуйста сценарием про двух других я сделаю ролик ну тогда стрим так у нее кстати есть на руках вот такой браслетик из бусин из бусин из бусин и там не только бусинки там что-то еще он на резинке прицеплен ой я не знаю что это такое слушай я не смотрела мультик про Тиану поэтому я смотрел но я не понял что у нее на руке я не вижу ну какая-то символика может чего-то там больше напоминает ой я сделал близко ну какой-то корону не знаю на что это похоже даже если честно ну да я не смотрел тоже этот мультик я смотрела только тех которые вот были ну в моем детстве а потом я уже с детьми пересматривала но уже а что написано в футболке Новый Орлеан я что-то сказала а Новый Орлеан да а ну кстати да у меня футболка такого цвета из Нового Орлеана написано что футболка что само платье на ликучке живущего французского футболка и вот такие вот ботиночки прикольные очки освободились ботинки соответственно там что-то написано на них одисней ботинки кстати литые цельные бедная овечка Катя Екатерина пишет то чувство когда кукла не нужна потому что не вписываются в коллекцию но охота да 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 именно так и есть а вот говорят что это эликсир который выпил принц видимо чтобы превратиться из лягушки в принца да вот такая нет нет там по-другому превратится баночка я не знаю а эликсир там какой был наоборот чтобы превратить его а значит это баночку мы сейчас снимем ну мне кажется просто такая баночка эликсир чтобы превратить его обратно будешь в это как его называют плохо себя вести и вот я тебе обратно в лягушку превращу так про Тиану очень мульт рекомендую хорошо спасибо я посмотрю давайте я хочу кушаться открывать тебе сюрприз да там блины есть значит мне предлагаешь с стрима блины да либо я могу съесть то что в подарке а там несъедобное да да господи а кто не сказал что там вкусняшка ну там вкусняшка же пластиковая ты думал там настоящая по-моему мне она тоже нравится я тоже могу сказать да ну я тебе могу сказать прям вообще хорошее да у нас же есть еще одна бэк так собираем деньги на эту сейчас на лук соберем барби вот потом мы будем собирать вот на эту вот только это фанатка бэля это фанатка золушки вот такой рюкзак входил тоже к ней входил к ней ну мол нет имитация вот зато рюкзак не открывается не открывается зато вот эти вот только такие они из кожзама что ли сделаны ручки ну прикольные ремешки это не с теми свежался вот это мои или вот это мои да и вот такой вот шарик в котором должен быть сюрприз ну что открываем не с теми связался в один вкусняшка внутри пластмассовая точнее тоже кукольная да 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 вот сколько там шкале доната здесь соответственно нарисовано что что может попасться это карамель на палочке попкорн еще карамель какая-то видимо вафля вафля и мороженка вафли будешь напоминать что тебе обычно такой вот бумажечки оно лежало мясо на палочке мясо на палочке голодый Вадим да да у его там такого не было какое-то клевое досталось да была первая самая это мороженка сейчас мы так сделаем пока что можно что у него это там же одинаковые да а нет Нет, с другой стороны. А, ты потому что не весь пакет показал. А, я не весь пакет показал. Я же говорю, не было. Покажи с другой стороны эту бумажку. Покажи. Там еще есть всякие. Еще шоколадные вафли, еще вещь какая есть. Я бы вот такой хотела. Капкейк, да? Красивый. Но морожка тоже прикольная, кстати. Она вполне себе... Ну, кстати, для капкейков можно будет найти вот эту вафельницу. Ну, да. Так, давайте раздевать. Я хочу раздеть ее, а потом уже... Давай, мы ее разденем, а потом ты будешь показывать вот эту... Ну, потом оденем во все это, и дадим ей мороженку, и все. Нет, давай тогда сейчас мы ее сначала оденем. Потом разденем? Да, потому что мы же будем фэшн-пэки еще открывать. Давайте покажи вторую, а мы эту пока оденем. А мы, когда будем фэшн-пэки одевать, нам же придется ее раздеть. Ну, тело-то интересно, ладно. Будем раздевать. На, ты можешь показать книжники, которые шли вместе с моей. А я это кто, скажи, пожалуйста. Вот это моя, это фанатка Белоснежки. Мы уже запутали. Ой, смотри, тут на бутылочке целующийся этот лягушь. Надевай ей шубку. Что-то у меня сейчас у меня были проблемы, у меня руки не съемные. Теперь мы рассмотрим фанатку Белоснежки. Видите, вначале все, что шло к ней в комплект. Да, да, я вижу. Вот такая сумочка у фанатки Белоснежки. Золушки, Золушки, бру я. Все. Золушка, Золушка. Все, я все перепутала. Господи, мы все заботали. Это фанатка Золушки. Все забыли, это Золушка у нас. Все забыли, врубила Снежку, да, это Золушки. Вот такая сумка. Вот такой фотоаппарат. Фотоаппарат. Я тебе вкусняшку сразу расскажу? Да, вкусняшку тоже сразу. Сейчас покажу с другой стороны. Ну, в общем, она типа вот такая на этой, на держалке. На держалке. И вот такой шарик мне идет со вкусняшкой внутри. Шарик, кстати, другого цвета. Да, другого цвета. У тебя оно скорее зеленое, а этот такой голубоватый. У тебя есть точно такие же картинки. Да блин. Золушки. Давайте уже Володе раздеть куклу, да. Do you have business? О, тут что другое. И вот. Как это? Сладываться на. Москва из The Capital. Нет, Лондон из The Capital of Great Britain, да. Мороженка. Мороженка надкусанная мне попалась. Да, это я откусил. Вадим, наверное, тут откусил, да. А знаешь, типа Максибона, да, такое мороженое, которое убойное, чтобы там... Так. Прикольно. Оно что такое, это, с белым внутри. Ну, мороженое, да. С шоколадной глазурью. Маложеное. Давай, показывай. Нет, руки не пришлось снимать. Ну, супер. Теперь тебе еще рюкзак. Покажите. Мне не нравится этот барашку. Чуть-чуть. Слушай, а это, мне кажется, получше. Хотя такие же. Дай потом. Нет, получше, получше. Нет, получше, получше. У этой пожестче, у этой помягче волосы. У этой помягче волосы, да. Да. Я сегодня охватила, да, это мягкие волосы. Да. И, блин, я теперь ее тоже хочу. Клевая, очень миленькая, да. Смотрите, какая классная. Ну, давайте, смотрите. Во-первых, у нее синие ушки с серебряным бантиком. И у нее вот такой вот хвост. Волосы, кстати, мягкие. Мягче, чем у той. Вот такие волнистый хвостик, да. Сейчас я ее тоже захочу. Долсен Джерни написали. О, смотри. И вот так вот они завязаны сверху. Такой хвостик завязан другими. Это понятелл, как у Барби, как у Поппи Паркер. Да, это самая такая как-то частая прическа, да. В ушах, кстати, и то, и то и дырки в ушах были. И вот такое вот миленькое личико. Очень мне, кстати, оно понравилось своим личиком. Это мне больше нравится. Кто-то написал. Мария Селмушкина написала. Это фото тоже хорошо. Маш, они все хорошие. Прямо вот... Да, они классные. Прямо вот... Прямо все. Я скажу, что ко мне еще... Мне заказали одну фанатку... Ариэль, наверное, да. Ариэль тоже довольно темненькая. Я ее тоже обязательно где-нибудь в телеге, например, в видосик запишу, покажу. Ну, из коробки, конечно. Но все-таки это... Все-таки это не по арту смотреть, а именно по живым фото. Прямо хорошенькая. Давай покажи тогда, наверное, кулончик. Там кто-то с каких-то денег кинул. Ну, сейчас мы посмотрим. Цвет вкусный какой у вас. Вот Вадик не настроил. Вот Вадик не настроил. Давай, показывай одежду. Потом мы запустим. Так, у нее, кстати, на шее брелочек... Ой, не брелочек. Медальончик. Медальон такой. На топе хрустальная туфелька нарисована, да? Кстати, да. Так. И одежда, соответственно, этот топик странный. Вот с такими... Полосками. Полосками. Не знаю, как это сказать. Ну, я тоже не знаю. И этот... Кроп-топ с этими... С какими-то полосками. У него, кажется, у него... Именно штани, как этот, скажи, волшебство. Тай-дай он. А, как будто он как взмахи волшебной палочки. Да, кстати, чуть-чуть похоже, да. Так, как Ариана Гранда, да. И вот такие серебряные туфельки. Они, кстати, очень красиво переливаются. Даже на камере не так сильно, мне кажется, видно. Может подставить руку, чтобы вот задник не от этого не фокусировался. Такие прям, знаете... Мечта девочки пяти лет. Да? Себе такие туфли заиметь. Кожан аппетитный. Горят, что лицо не милое, а вижу цель не ниже препятствия. Ну, может быть, да. Не знаю, мне нравится лицо. Да, да. Давай я одену на нее сумочку. Соответственно, все застегивается на липучке сзади. Так, давайте нам кто-то донат. Давай покажи, кому донатили. Нам кто-то кинул донат. Мы не увидели. Кудряшка сью. Ой, спасибо большое. Вадима на печеньки. Вадима на печеньки. Спасибо большое. Как раз это да. А видно все. Почему меня здесь не видно? Видно, я только что здесь видела. Это мы видели в программе. А, ну все ладно. Нет, там все было видно. Было. Да. Слушай, одеть кофту через эту прическу, это конечно... А может через низ надо? Да, через низ надо. Что видишь? Через низ надо. Я уже как эти цепи пофоту... А смотри, Вадим одел целиком во всю одежду, которая шла в комплекте. Ну это можно уже... Ты все равно в руках не держишь. У них нет никаких держалки. А где этот, как ее подставка? А сними эту манюшку. А все, подожди, пока у меня есть еще одна подставка. У тебя есть две подставки? Да ты настоящий кукольный коллекционер. Ну да. Ну еще надо третью подставку. Сейчас мы кого-нибудь снимем. Ну мы вон заберем. Кто-то пишет, что одежда не цепляет. Да нет, он не надо, не вытаскивает. Вот смотри, я одела уже. Скидываемся, донатим Володе на подставке. Нет, на еду. И отдельную полоску заведу. Слушай, ну вот это вот... Сумочка как-то... Она, наверное, не кросс боди, да? Это просто... Блин, прикольно это какое-то... Короче, вот так вот. Все. И знаешь, мне тут такой интересный этот... Появилась идея интересная. Точнее, уже не русским. Заразился от этого не русского. Так. Так. И ты пойдет одежду? А мы сейчас все померим. А мы сейчас все померим. Не волнуйся. Я даже знаковую я заберу на мерку. У них тела... А, потому что тела не видим как будет. Да, да, да. Нет, не видно. А ну, слушай, можно их двоих поставить спинка к спинке, нет? Давай. Ну, давай. Значит, мы одели белосинию что-то уже. Ну, я хотел вам что-нибудь прокатить задницу. Собрал одно, а потом фото. Рюкзачок такой племый. Рюкзачок очень классный, да. Вот такой прям... Ну, как раз вы будете их раздевать, показывать. Я тогда раздену какую-нибудь из фит, да? Да, да, давай. И это, значит, полный аутфит, который шел вместе с Дианой в комплекте. Ну, клевый. Сейчас я проблюже покажу. Ну, форма, ну, как у этих, скажи... Как у... ну, как у... Нет, нет, не Майк Томов. Ну, тут что-то... А, ну, что-то похоже, да, похоже есть. Сейчас мы разделим. Это нет Майк Томов? Есть, по-моему. Есть, по-моему. Есть, по-моему. Поппи пойдет, наверное. Маша все на это... Что пойдет в Поппи, да. А мы будем с ней сегодня. А мы все померим, не волнуйтесь. Так, а ну-ка, давай. Теперь следующее. Я знаю, на как вы ее одетесь. Можно уже раздевать ее. Да, можно раздевать. Да, и нам тело надо будет глянуть. Обязательно. Ну, мы пока сейчас будем раздевать, как раз сейчас глянем тело. Там уже фашист. Такие красивые эти бумажки-шуршалочки. Ага. Так, значит, мы одели на золушку тоже ее... Ну, как свитер, да? Толстовочка такая. Полный аутфит. Так, который шел с ней в комплекте. А. Что там? Прибита к голове, да? Что не получится? Ушки не охота снимать, чтобы они прибиты к голове, потому что... Очень прикольная. Очень мне нравится. Так. Все, короче, уже ждут раздевания. Красивые, говорят, куклы. Раздеваем. Давай, переводи, наверное, на основную камеру. Мы что-нибудь еще поговорим. Кстати, одно целое. У нее получается все платье. Да? А, нет. Нет. Ой! Тише, что? Ой, тебе понравится, Володя. Я не покажу так. Переводи на основную камеру. Батинки, да? Я пока раздеваю. Так я уже перевел на основную камеру. Хорошо. Он что-то тормозит, блин. Я говорю, Вадик. Тебе похоже. Сережек нет, дырочки нет. Вот сережки мы видим. Как минимум в одном из фэшн пэков есть сережки. Во втором вот их нету. А дырочки, да, сразу подряд. А там могут, да? Давай мне сразу золушку. Я ее буду... Кстати, в фэшн пэках обувь есть, поэтому тоже ее есть смысл снимать. Тяжело снимается, да? Самое обидное, да, что я на размер... Так вот третья. Третья поставка? Да. Тогда тебе не на что скидываться даже. Сивашка, не раздевашек. Мне надо вот на эту, на Золушку, блин. Это Золушка же? Золушка. Что тебе надо на Золушку? Золушка. Все. Золушка, Золушка, с кристальной тофелькой. Ой. Ой, мы же сказали, что Володе понравится. А у нее стопа какая, кстати, говорили? Стопа... Не пойми какая. Так, ладно. Сейчас, дайте мне багажик. Маша, ты купила себе всех фанаток? Нет, я себе купила только четырех фанаток. Ну, соответственно, вот всех тех, которые мы сегодня принесли. То есть, сегодня моя Золушка и три таких же, как у Володи, мне остались дома просто, потому что, как бы, ну... Там Агнесс. Вести одно и то же, как бы, я не вижу смысла. Я себе, да, не купила только самых темных. Так, вначале я покажу издалека. Ой, слушай, ластины такие... Прям, знаешь, как ластины. Ну, в смысле, как будто натуральные. У нас с зелеными трусами. Это так круто. Жалко обувь не подставила. Жалко обувь, да? Вот это. А ну-ка просто заинтересно. Я не знаю, почему интегрировать. Есть к кому-нибудь стопы? Ну, да. К опе есть прямыми ногами. Знаешь, как галоши. Пальц точно влезает. Да, да, да. Ну, она, знаешь, даже просто смотрится ей невразмерно. А грудь есть. Да показывай все поближе. Там крутится. Значит, соответственно, начнем с головы. Голова у нас, да блин, как же мне показывать. У нее такие прикольные какие-то места называются. Где? Вот, вот здесь вот. Кстати, вот. Костяшки. Как это? Ну, не костяшки. Чуть-чуть кивает. Я знаю, как это называется по-другому. А так проворачиваю. Грудной. Не грудной, а этот. Ну, чуть-чуть. Блин, вот как это сейчас в голове. Как это называется? Вот эти вот здесь косточки такие. Декольте, да. Руки разводятся в стороны. Декольте, да. Ну и, соответственно, проворачиваю. Это блин. Как же показать. Как будто туловище длиннее ног. На куклу наоборот. Голова есть. Шарниры в локтях. Причем такие они плотные. Ключица это называется. Да. Ключица у нее красивая. Ну да. И шарниры в кистях тоже есть. Елизательно, конечно. Fashion My Profession. Можно, конечно. То есть кисти тоже. Грудь, кстати, она маленькая, но мне кажется, она какой-то отвисший. Вот посмотрите, реально. Нормальная. Вот она какая-то маленькая и как-то она отвисшая. Она низко посажена, как-то пониже, чем... Маленькая отвисшая грудка. Можете сидеть, да. У нее вот пупок и зеленые трусы. Что очень. Причем они, мне так кажется, как-то отдельно сделаны. Это непрокрашено. Да, как будто это... Может, мне так кажется, что тут вот еще можно провернуть, но он не проворачивается. Сейчас. Покажи заодно. Ну там больше показывает нечего. Коленки, ноги. Трусы. А, давайте покажем. Голубые. Золушка в голубых трусах, чтобы вы понимали. Ой. Да, сюда нужно погрудасти. Немножко девочка. Кисти вынимаются. Мы что-то не смогли. Ну, побоялись мы, если честно. Да, но одежду все одевают. Мы вот одели через кисти пока что пусты. Или одинаковая грудь, я не пойму. Или разная грудь. Одинаковая, одинаковая. Тут просто более загорелая, она как-то темная полнит. Ну да. Так, давайте, значит, соответственно, у неё ноги раздвигаются. Ну ничего, да. По мне. Так. Если бы она была грудь побольше, я не помню. Ой, класс, мне нравится. Ты застыл в такой позе, класс, мне нравится. Володя про другое говорит. И, соответственно, она может садиться, нет, не может садиться на шпагат. Ты её посади, потому что все говорят, что если её посадить, у неё отщёлкиваются ноги. И коленки сгибаются вот сильно. Ноги странные. Честно скажу, такой шарнир, не очень красивый. И шарнир в нижней ноге. Это голеностоп. В стопе. В нижней ноге. В нижней ноге, да. Вот шарнир в нижней ноге. И нога прям большая, реально. Так, кажется, кто захочет купить куклу, будет знать. Значит, ноги вынимаются? Нет, ноги не вынимаются. Пальцы проработаны хорошо. Нет, не вынимаются. Я не могу, я боюсь. Так, что у нас на попе? На попе у нас верхняя нога. На попе зелёные трусы. Видно. Ну, вот мне нравится. Вот тоже. Это не какой мейк-тумов всё-таки. Ну, немного другой шарнир. Другой шарнир. Ну и, соответственно, спина у нас вся исписанная, изрисованная. Кстати, он вообще очень странный. Потому что он в верхней части гнётся, а в нижней нет. То есть он как бы можно было... У меня полностью гнётся. Вот, да? Ну, покажи, как у тебя нога согнулась. Вот. А, это значит, у меня что-то... У тебя просто не разработаны ноги. Не разработаны ноги. А, вот да. Ну, значит, нет, на самом деле ноги, как у моей туму, двойной шарнир. Так, на голове у нас, соответственно, надпись Disney. Кстати, мне кажется, у моей немного разнотонно на коленях сделано. А на спине, кстати, очень много сзади. И какое-то пятно. Это копирайт написано. Вот. Не, ну, кстати, мне нравится. Мне нравится то, что, во-первых, локти не такие, как у Мактумов. Ноги тоже не такие. Давайте покажем пока эту голенькую. Слушай, Диана тоже прям хороша. Да? Ну, я бы не сказал, что прям разнотон на ногах. Ну, немножечко. Для тех, кто любит придраться, разнотон есть. Я не вижу. Те, кто не любит придраться, куклы классные. А так, конечно, хорошенькая. Я хочу из этой серии одну. И вот у Фиты мне почти все понравились. Да, лучи-то классные. В бедрах ноги вынимаются надо сами собой. Пишет Долсом Джорно. Я тоже это видела в сети. Ну, пока вот мы посадили, вроде пока они не отщелкиваются. Так, кидываются назад. К другому шарнирному... А там было еще что-то? Ног на замену кистей. Не-не-не. Ключицы, если на спине выделили зону позвоночника, кисти и стопы проработаны. Да. Смотрите, как подходит одежда для Integrity Toys. Офигенско. Она... Блин, туфля упала. Ну, Вороня, она только потеряла. Чей туфля? Чей туфля? Моя туфля. Посмотрите. Да, блин, и вторая тоже туфля упала. А где-то здесь у Володи была голая Барби для переодевания. Да, она уже не голая. Ооо, золотая чаша. Это я из-под бутылки, из-под мартини. Слушайте, ну это просто... Слушайте, ну прям идеально подходит. Главное, это... Внутри она полураздетая такая, из-под бутылки из-под мартини была. Я думаю, что это отдельно только её уже. Так, я её разделу. И надену на неё тоже. Блин, классно. Вот одна туфля, вторая... Интегрити на даче. Интегрити на даче. Ну, кстати, интересно, как это... Не, мне нравится, классно она выглядит в аутфите. Я думаю, можно просто в платье встать и вверх поменять и... Вверх великовато. Платье норм, да, вполне. И по цвету ей больше подходит, чем топ. Думаю, что пора открыть в фэшн-пэке. Давай, пока мы тут все заняты переодевашечкой, ты можешь показать поближе. Да, давай с этого начнём. Значит... Простецкая для интегрити одежда. Ну, вот, да. Ну, извините. Ну, простецкая, но всё равно неплохая. Вот такой вот фэшн-пэк. Сейчас будем одевать. Это фэшн-пэк. Ты Мулан. Фанатки Мулан, да. Фанатки Мулан, да. Фанатки Мулан, да. Сейчас я открою коробку и... Сейчас потом отфоткну. Пойдёмте. Так же снизу... Пойдёмте. Ой, я не показал задник. А чё я делать не буду? Начать. А кто там, кстати? А там, кстати, и Золушка моя, да? А там, по-моему, твоя это. Золушка, Золушка. В этом фэшн-пэке. Да. Фэшн-пэков у них выпущено намного больше, чем принцесс, да? Фэшн-пэков много выпустили. Много. Много и мебли разные. И одежда. Даже с собакой есть фэшн-пэк. Да. Ну, мы оденем на Китайку, да? Ну, да. На Мулан, на Мулан наденем, короче. Здесь вот на картинке посмотрите, как она выглядит. Как если бы мы одели на это на Золушку, да? На Золушку, да. А ну, мы наденем это на Мулан. Так, смотрите, потом. И второй. А ну, как-то мы уже показывали, да? Второй потом. Ну, я думаю, распаковываю. Начинай, Володя. А я сейчас смотрю, что я делаю. Ну, давай, ладно, второй покажу. Лучше, как всего, Могов. Сразу вторую покажу. Спасибо. Вот, да? Челочки топ. Вот. Минус подставка у Володи. Да. Второй фэшн-пэк. Это у нас фэшн-пэк Золушки. И оденем мы ее на Золушку. Соответственно. Да, фэшн-пэк мы оденем в Мулан на Азиатку. И сзади, кстати, на Золушке. Она тоже на Золушке? Все, у нас одна Золушка? Нет, это фанатка русалки. Видишь, она более темная такая. Ну, ладно. Да, она очень фанатка русалки. Или даже... Кого там еще фанатка? Я не помню их. Шестая кому фанатка. Одна точно. Я примерила, короче. О! Слушайте, ну на Барби тоже хорошо подходит. На Барби 90-х я делала. Да, смотрите, как классно верим. Да, ну на секрет пропустя такая. Начинать. Что же такое? Не кошмар. Ты можешь приподнять ей свитер, чтобы показать штаны, как сидят на талии. Логика, да. Золушка для Золушки. Нет, вот надо все перепутать, как бы. Ну, нормально. Ну, немножко большеватая, но под рубашку под этой, как ее... На Барби лучше, чем на Джинджер. Я думаю, знаете почему? Потому что Барби попроще. Ну, в смысле, да? То есть для нее такой стиль, вот здесь светской девчонке вполне ок. А Джинджер, когда у нее с таким выражением лица, типа, это что за сарафан? Ну, короче, не хорошо. Я не поняла, где мой эксклюзивный хендмейд за 350 тысяч, да? Вот, да, на 90-х прям супер, потому что вот эти эластины, да? А главное, посмотрите, она стояла у Володи в голубых туфлях, прямо как чувствовала. Я поэтому, когда ее достала из чехла для бутылки Мартини, поняла, что это знак, что она стоит как раз в этих голубых туфельках. И это ей прямо вот ее одеть в это дело. Так, всего много. Так, всего много, давай я тоже фэшн пэк открою, а ты покажи фэшн пэк, который с мебелью. А где вот этот? Другой, Володь, у тебя, да, фэшн пэк? Да. Давай. Так, теперь фэшн пэк с мебелью, который машем. Вот такой вот фэшн пэк. Это типа у фанатки Бель. Да, вот и там вот всякая классная детализированная мебель, даже наушники есть. Да. Там, посмотри, свечка, которая закрывается. Знаешь, сейчас очень модно вот эти свечки в банке. А, да. Да? Видимо, не только у нас это модно. Вот. И... Вот это вот что такое? Это под спинник. Ага. Ну, как сказать. Типа, чтобы ты вот лежишь в кровати, там на диване подоблокотился. Ну, как подушка, которую ты... Короче, сейчас покажем. Угу. Сейчас, соответственно, боковинка вот такая. Сейчас, мы почти. О, здесь смотри, твоя азиатушка сидит и такая-то. Да, кстати. Чаек потягивает. Я готов. Давай. Давай. Я вам пищу сейчас купил. Давай. Кстати, там в другой совершенно одежде. В другой совершенно одежде. Я такого в фэшн-тэка не видела. Ну, то есть, у нее видишь, эта футболка... Ну, или сходу я не могу сообразить, чей-то фэшн-тэк. Но мне кажется, такого не было какого-то. Вседневного. Он какой-то универсальный, да? Угу. Да. Да. Надо пытаться снимать. Не представляете, у нас здесь на столе такое миссиво в конце всяких этих бумажек, фантиков, одежды, кукол. Сегодня прям очень активно. Я когда Володе говорила, что принесу, Володя говорит, типа, а не много ли будет? Я говорю, как часто я к тебе езжу, Володя, и успеваю у нее выбраться, то как бы в самый раз. Иначе тут мы можем лет тридцать еще ездить, пока наконец я покажу все то, что я там набрала для стримов. Ты готов? Так, хочу запомнить. Давай. Они, конечно, уже упали. Ну что, одевай ей сережечки. А, нет, это не этой. Вот эту одевай. Она будет убивать... А, типа, еще. Ну, Золушку. Фэшн-пэк Золушки, да. Что лучше, смотри, какие-то прям... Так, кстати, откуда эта светлая футболка на картинке фэшн-пэка? Вот мы тоже не знаем. Но там и джинсы. Я тоже джинсов ни у кого не видела. Так, пайки с аксессуарами были просто супер у них. Да. Потом придется разбивать, где чье. Да, кстати, сейчас мы тут понакотимся. Ну ничего, мы разберемся, да, не волнуйтесь. Привет, с медиками Кимаус. Мы пересмотрим стрим и разберемся, где и для чего. Кстати, скажите, как звук нормальный? Потому что я купил все-таки один микрофон, который подключается к фотоаппарату. Один общий. Да, один общий на всех. То есть можно теперь целую кучу садиться. Так, звук прекрасный. Может пасхалка, очень хочу эту белую футболку. Может быть. Звук хороший, классные куклы, нормальный звук. Спасибо, звук отличный. Это картинка. Так, а мы не пропустили больше ничего. Да, по кудрячкам с ее водой. Обновился к стране. Обновленный звук, да. Вот, кстати, очень большое разочарование, что у них клевая обувь, к сожалению, явно не подойдет другим куклам форматом. Может быть, на Рейн глухая, у них тоже они такие лопастые, да. Вот. Всем остальным явно не подойдет, потому что нога большевата. Вот пишут, чехлы от Мартирий, это хурхры-мухры. Это не хурхры-мухры. А некоторые их собирают по магазинам, да. Это я забрал, только я еще не знаю, как его сделать под кулкой, потому что она длинная ей. Я ее просто так наделал. Я даже не в курсе была до сегодняшнего дня. Так, начнем, значит, показывать то, что было в фэшн-пэке. О, забыл, как ее зовут. Умулан. 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 Почти уже одели. Нет, у меня там хлеб, а нет самбадик хлеб. Прозрачная сумочка. К сожалению, эта сумка, она почти функциональная. Там можно внутрь что-то слазкое положить. Нет, нет, нет. Прикольно. А я не в ту ногу? Я не в ту ногу, да. Так. А, мы что, и литой показываем. Да мы просто почти одели обувь. Ну ладно. Только там сейчас ободочек. Это... Но ободочек мы не будем сейчас менять, да. Это коктейльная чашка. Стаканчик. Стаканчик. Бабл-ти какой-нибудь. Да, бабл-ти. Знаешь, что надо? Вот так надо сделать. В японском стиле. Нет. Спасибо. Кто там? Там рисунок на нем? А, там дракон. Ну это дракончик, который... Мулан этот... Мулан этот... Дракончик зовут Мушу, если не знал его. А, точно, да. Да, я вот не помню. Слушай, обувь как-то криво одевается. Она очень нестукая. Это точно не my first обувь. Шапка. Это my first cry. Мои первые слезы. Да, с обуви что-то у нас проблемы. Не, нормально. Давай вторую. Вот такая шапочка. Куклю. Ага. И вот такая обувь. Ой. Терял сережку. Вылетела, вылетела, вылетела. Много теряли сережку. Ой, как ей идет. Но! Мы одели сейчас совсем другую куклу. Ну, это... Кому мы одели? Мы золушку одевали в фэшн пэк золушке. А, видимо, рука в стране. Золушку одевали в фэшн пэк золушке. Да. Как это, не понял я. Ну, как, там же фэшн пэк фанатки золушки. Смотри. А, и еще и... И кукла фанатки золушки. Все, понял. Ну, слушай, тут обувь, конечно... Обувь очень тяжелая. Одеть мы не можем только. Ну, можем, но... Тесковато. Из-за того, что у них шарнирные ноги... Нет, знаешь, там просто как-то, ну... Слушай, у нее здесь сейчас покажешь. Конечно. Да, 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 да. Ну, сумка, к сожалению, у нее... А, нет, функциональная, нифига себе. Да ладно. Вот, она резиновая, но ее можно вот так вот розеттая, но... Ой-ой-ой. У нее там рот открывается. Ну, он... Прикольно. Вот ты можешь понимать, что здесь был бантик еще, но мы его одевать не будем, потому что у нее свои уши еще остались. И вот такой вот был бантик. Что свои уши у нее лучше, чем бантик. Да. И бантик как он называется? Ну, ободок с бантиком, да. Ободок с бантиком, но одевать мы не будем. А сумочка у нее была, нет? Мышь. А, вот мышь, да. Который мы оставим ей уши. Ну, в общем, все все поняли. И... Какая миленькая получилась прям, посмотри. Сейчас я. Так. Проверьте обувь на Монстр Хай, пожалуйста. Слушай, мне кажется, нет. У Монстр Хай же такие... Монстр Хай огромные, новенькие. Хотя можно попробовать. Вадим вызывает умиление, когда сидит. Тихонечко в углу. Как это? Фанатка Вадима. Фанатка... Вот это фанатка Золушки. Это фанатка Тианы. Там фанатки Вадима сидят. Ваши обзоры Огонь. Спасибо. Есть ли обувь фанаток, попробовать на резиновую ножку в Арбдининс? Нет, не пойдет. Потому что сама длина стопы очень большая. А я замужная. Можно в горячую воду опустить обувь через пакетик. Да нет, она в принципе налезла. Просто если мы сейчас пойдем тут воду кипятить, кашу не варил, не месил, это будет долго. Ой, как она прям совсем такая. Шапочек наверное мы тоже не будем одевать, да? А это нормально? Что она не разрезана? А нет. А сюда. Да нормально. Вот так вот. Вот так вот. Наверное. Ох, тут вообще, слушай. Ну вот здесь попроще, чем у Золушки, кстати говоря. Тогда одевай. Ну что, может ты покажешь там поближе, что у нас теперь появились у Золушки сережки. Не знакомимся. Так. Обувка классная, жалко не подходит. Сумочку вот тут, что показывал. У меня появились сережки бантики. Ну, не вкусер. Ну руку подставь. Так, у меня проблемы. Вот сейчас. А что ты? Вот такие сережки классные. У нее такая плюшевая кофточка. И заметь, какая вышивка на кофточке. Это не вышивка, это прям целый этот, как это называется. Да это карета из циклы, ты видишь? А, здесь написано его имя. О, просто немножко не понимал. Точно. Карета из циклы. Собственно, все эти, это прям стопроцентные пасхалки, да? К мультикам, да? А юбочка вот с таким вот бантиком. Ну это ремешок, наверное, да, ремешок такой. Хорошо, что сейчас экран у нас не показывает, да, наши лица в попытке просунуть руки в рукав. Вот с таким ремешком бантик. У нее шапка есть. Шапка есть, но мы шапку тоже не будем надевать. У меня шка, да, она. Юбочка двухслойная. Один слой из, не знаю, из чего. Подъюбник внизу. Называется подъюбник. И с таким вот синим подъюбником. Или поддол, я знаю, точно. Так, говорят, в профиль такие клевые, курносенькие, хорошие, куклы хорошие. Да, в профиль очень хорошие. И вот такие вот ботиночки, которые еле-еле одеваются на куклу. Слушай, я тоже что-то... Практически нереально их надеть на куклу. Лолита стайл. С этим они, конечно, очень... Да не, ну реально, но... Знаешь, хочется побольше чуть-чуть разрез на пятки, чтобы она туда проще залазила. Так. Ну все равно миленько. Добрый вечер, народ. Что я много пропустила. Все мы пропустили практически. Что за куклы Сепатичные? Сабина. Сегодня кукол было очень много. Это уже, получается, четвертая и пятая кукла. Да. И еще фэшн пэки, значит, у нас. Это куклы Дисней, фанатки разных принцесс. Которые пришли в парк, развлечений. И типа хотят встретить своих любимых принцесс. Поэтому уже сразу отделись во все подходящее. Это мы уже переодели даже куклу в фэшн пэк отдельный. А давай пока Володя мучает куртку, я начну распаковывать мебель. Володя мучает ты. А куда-то ты это? Володина. Пока Вадим мучает куртку. Блин, фэшн пэк классный. Ну, руки, руки, знаешь, это вот, когда у тебя пальцы надо просунуть в куртку. Читай пока комментарии. Да. Комментарии молчат, спят. Нет. Нет, я вот себе прочитала. Где все эти люди? Да блин. Давай на нас переводи. Оба с куклой очень милой. Спасибо. Добрый вечер. Так как мы читали. Класс. Стюбка, Клёш, Супер. Сама куколка классная. Да. А где-то ножницы у нас ушли. Кто хорошо смотрит, да, запись. Где ножницы? Вот. В 4 она вышла. Одна кукла. Да, где-то так. По крайней мере. Ну, это да, когда шторг был маленький. Да, удаленький. Сейчас что-то он вообще поднял. Сейчас скаканул, да. Ну-ка. Я на эту колодочку надо было убить. Так. Это не Машки обещают. Вот. Все прям блистером. А руки не вытаскивать интересно. Знаешь как? Мы побоялись, если честно вытаскивать. Хочешь ждет на свои проверь? Это не моя, это Машина. Я могу не дергать. Вот так вот. Машина говорит, мы можем тут дергнуть. Сейчас. Мебель. Вниз кащить некуда. А подушка шитая или пластик? Подушка, наверное, шитая. Шитая, да. Здесь, знаете, все в лучших традициях. Вот я вам скажу. Я вам просто вижу, что это не... Не просто когда у тебя там пластиковая имитация, а, ну, прям мебель, мне кажется, прям суперская. Так. И что это? Утка в зайце? Тут еще два блистера между собой. Володя, мне кажется, тебе тут сегодня надо будет пылесосить. Мы такое количество сегодня этих мелких штук тебе тут нащелкали, что тебе тут сегодня... Да я, как всегда, помойку не приготовил. Помойочный пакет. Футболка огонь. Володя, футболка огонь. Минимал с вами одевает ушки. Ой, такая пощупай. Ой, классная. Вот эту пощупай. Так, сейчас я покажу все. О, они такие прям мягкие, классные. Ты посмотри. Это что такое? Ну, Диа Дайри, дорогой дневник там. Не передать боль и унижение, пока я одевал эту куртку. Так. Вот так вот. Ручка нефункциональная. Ну, все. Понимаешь? Такой диванчик. То есть это подушка на диванчик? Ну, это да какая-то подушка-диванчик. Вот, говорят, на одном обзоре уже ломали кисть, они не съемные. Ну, вот мы тоже попробовали, они легко так не пошли, поэтому... Ты уже сломал что ли? Нет. Я просто попробую потянуть. Ну, не цепь, естественно. Значит, надо было проверить. Да. Они просто выглядят как будто... Он мягкий такой, прям прикольный. Так, подушечка. Тоже очень прикольная. Мягкая. Я не знаю, из чего это. Ну, как флюш такой, да. Угу. А слушай, я что-то не могу понять. По идее, она должна открываться. Да. И явно открывается. Ну, попробуй. Так. Да, вот это что-то у меня не получилось. Так, это я не знаю, это такой столик. Это знаешь что? Вот ты сидишь, чилишь у себя на кровати. На кровати. На кровати. И ты ставишь себе этот столик на ноги, чтобы раз... Ну, как бы... Ну, по высоте это как журнальный. Ну, это... Который в кровати именно ставят. Когда вот ты садишься ими. Журнальные все-таки подразумевают, которые, знаешь, обычно стоят около телека, предположим, на полу. А этот не на полу. И он с розочками. Вот где цветочки-то. На нем. Да. И он вот так вот открывается. А попробуй поставить все. Вот там мы сейчас сделаем... Инсталляцию? Блин, я порвала журнал. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно. Сейчас все светильники на потяну. Это что? Это вот свеча в банке. Так, ребята. Свеча в банке. Открывай. Вот она так открывается. И там типа свечка. Она тоже в виде розочки сделана. Открой, покажи, что там фитильные. Я уже показала. Да. Вот такие наушники. Блин. Слушай, надо резать прям тут коробки. Тоже прикольное. Это что? А, это набор. Это чип. Ты смотри. Это вещь на этот. Помнишь? Эта же Бель? Чашечка такая маленькая. У нее был маленький этот приятель чип. Кружечка. Помнишь? У нас сломленная такая была. Тарелочка. Блин, клевые овощи. У них там еще есть, но это пусил. Ну да, да. Тарелочка тоже с розочкой. То есть это вот все вот так вот. А че че еще есть? Но они не функциональны. Покажи. Покажи, что я обратно передеваю. Вот такие вот очки. Хайки нельзя, да, вообще? Очки не надо. Но они не это. Давай мы сейчас все сделаем. Так. И вот такая вот штучка. Подставка для, в общем, короче. Тут еще... Органайзеры. Тут, значит, соответственно, в него входил вот такой журнальчик. Дневник, журнальчик, не знаю. Маша порвала. В этот раз сегодня не я и ничего слова глупых. Маша сегодня косячит и косячит. Причем, смотри, я порчу только своих кукол. Да, кстати. Заметь. Маша молодец, портает сегодня только своих кукол. Ручка. Ручка. Кстати, ручка прямо как ручка. Даже с колпачком такой он мне не вынимается. Я просто рад, что это не я делаю. Чепчашка и мама чайник. Да, да, да. Вот. Посмотри все вместе. И вот такой вот дневничок. Открывается. Дальше там не листается. Дальше ничего не листается, к сожалению. Володь, смотри, я тебе собрала композицию. А вот тут вот куда поставить? Ну, рядом. Так, как же это? Ты ее вначале пересади? Да. Сейчас мы покажем вам композицию. Так, о, как хорошо, что у нас запукло или видно. Да, да, да. Нет, ты бачком, бачком посади ее. Бачком, чтобы было видно. Да, да. Как бы пол боком даже. Вот так вот, да. Ну, вот так давай, да. А это? Ну, это я не придумала, куда пристроить. Просто рядом поставить, наверное, подушку, значит, еще. И органайзер со всеми этими. Тут даже не рядом. На самом деле очень круто, что они выпустили, помимо фэшн пэков с одеждой, вот эти с мебелью, с какими-то наборами. Сейчас Володя покажет, как это смотрится все вместе. Вадим голодал, красивый есть. Маша рвал журнал и резал куклом волосы. И только Вадимир был бодр и весел. Короче, с ним удался. Ну, если у Маши рука упадет кукла, будет Владимир в экстазе. Ну, кстати, все для фото готово. Полноценный набор. Да, да. Ну, на самом деле одежда это не очень подходит для работы за чилиния в кровати, но в целом да. Вот мы одели и наушники, и отече. Их вот эти родные ободочки, они прибиты к голове на вот эти штуки. Поэтому мы их пока не захотели снимать. Ну, вообще, очень круто смотрится, да? Да, хорошенькая. Мебель классная, да? Столик открывается. И все прямо такое аккуратненькое и, ну, хорошо детализированное. Ну, мебель прям классная. Как уютно и мило, да. Ну, вот, класс. Подушка под пупу. Ну, там есть как бы вот эта вот полудиванная подушка под спину. Мне кажется, это просто обложится подушками. Ну да, декоративная такая подушка. Да, да. Больше так, для красоты. Ну, на стол странно, наверное, как-то. Да. Просто под ноги подушками. Истики крутые, говорят. Мебель классная. Да, мне нравится то, что выдвигается. А я сейчас не выбрена. Ну, ладно. Поднос для еды, говорят. Ну да. Ну, вот такой столик, чтобы чилить в кровати, да? Поел, потом на ноутбуке поработал, чтобы он не грелся на коленках. старались в этом выпуске не как у барби куча пластика непонятного о я еще заказала у барби тоже какой-то фэшн мебель короче тоже может его принесу мне его еще не открутили там какой-то национальный тоже столик сравним да давай тем временем вадим боролся наконец-то хоть кто-то получит разнес крышка у меня в органайзере не положила и не вадим переодел нашу фанатку тяны костюм от фанатки мулан и она получилась совсем фанатка мулан однокровная получилась мулан да общий вид ноута не хватает да ну а по-моему там у кого-то другого есть ноут так что внимание предлагает купить разногу фэшн пэков там да там очень много разных пайков диктором где мышка вот такая вот красотка получился вам поближе покажу туфли огонь у нее прям да туфлими и носки нравится и тут нет шелки скорее даже такие метры а подвисаете довольно подвисаем и у меня хорошо это у вас что-то у меня вроде это так вот такая курточка яркая классная так стиле блэйд раннера блэйд раннер но на курточке у нее она получится на салатовая мушу на курточке мушу также на стаканчике изображен а платье такой из кожзама до платья к сожалению спорта как это просили современные что не понятно что первое что у меня была мысль как будто наши фейвинг стек на платье подумал что происходит что сумка прозрачная как сейчас модно и туфли туфли прям же что не подойдут барби и другим куклам потому что туфли крутые спрашивают снежиня спрашивает привет как ваши дела хорошего стрима спасибо мы уже ближайся к финалу ближайся да 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 расфуферистая чика вот нарисовано вот это я тоже так и не помню эти лабиринты такие цветочки для меня напоминают плата и дорожки на платье да у меня тоже такая ассоциация была поэтому сказал это феотек на слушай наверняка если пересмотреть мультик что-нибудь там вспомнится но может быть такие ноги выкручиваешь знаешь это к собака знаешь сейчас хочу всех троих поставить доставай май фест и сюда май фест не на общего сюда туда все хочешь не брат тоже доставать владика вот еще барби из-под этой из-под барби вытащи подставку господи вытащи из-под барби очень классная обувь огонь может быть слушай май фест барби подойдет такая обувь кстати а шапку-то не надели до ушки через уши не одеть шапку кстати обувь пригодилась отлично подходит мой фест барби отлично посмотри ну но здесь просто потому что плоская у нее все таки очень больше этот но в целом он кетта на лес на вот покажи желушка теряет свою туфлику нормально надо приклеить а привет привет смотри до ночи теперь разбирать куклы классно да ну да кто мотер это потому что не отжимается на чуть-чуть подъема не хватает а вот это кет который был изначально на нашей Тиане, на Азиатке. Он ей подходит и не слетает, так что и обувь теперь тоже пристроенная будет. У меня мебель покорила. Да, мебель очень крутая. У меня все покорило, и кукла классная. Я думала разыгрывать, но что-то не знаю, буду ли я разыгрывать. Может быть, потом еще приобрету для розыгрыша какую-нибудь вторую. Мне пока эти нравятся. Какую-нибудь вторую? Это уже дикие знаки. Хочу их. Покажите, пожалуйста, упаковку этих кукол. Я пропустила. Сабина, посмотрите в записи. Мы прям упаковку показали со всех-всех сторон. И даже не только этих двух кукол, а еще двух. Мне кажется, свет слишком ярко падает, у них все отсвечивает. Нет? Вот так вот хотя бы. да. А может быть и вообще убрать, нет? Убери вот этот свет. Да, да, темно. Нормально, нет? Давай мини-брас тоже достанем. А, да, да, еще же мини-брас была. Да. Я их там поставлю, как они должны быть. Ну, давай, одну покажи. Да, ладно, и вторую тоже. И давай на столик поставь их на журнальные. Ну что, полный обзор, как сказать, полный полный сбор сегодняшней коллекции. Фанаток надо было. Так, значит, кто проспустил начало, это у нас сегодня были мини-брас из такого яйца-сюрприза. Ты никогда не знаешь, какие именно тебе две попадутся. Сейчас я покажу. Да, вот они мини-брасы. Прям совсем как настоящие, которых сейчас переупускают, ну, в обычном братцевском размере. Как раз подходят, как куклы для кукол. Да, пересматривать и пересматривать, конечно. Потом была My First Barbie. Слушай, давай мы... Мы не сравнили это все с Барби с обыкновенной. Давай мы эту поставим просто, чтобы понимали пропорции тела у всех кукол. Вот, по центру у нас стоит My First Barbie. Это линейка 2023 года. Новенькие куклы от Mattel. У которых резиновое тело. Руки гнутся на щелчки и ноги гнутся на щелчки. Она выше стандартной Барби. Здесь просто у этой еще подставка повыше, поэтому нет такого ощущения. Ну, как бы не до конца понятно, но она 35 сантиметров, когда обычная Барби 29 с половиной. То есть она примерно на 5 сантиметров повыше. Превосходные куколки производителей постарались на славу. Mattel тоже порадовала. Стрим просто супер. Да. My First крутяшка смотрится баскетболисткой. Как будто баскетболистка такая. Причем такая крепкая, знаешь, да. Хорошо постримили. Барби не вынесла конкуренции и упала. Disney. Они, видите, тоже фанатки Disney. Это тоже новая линейка 2023 года куклы получается. Они одного роста с Барби, но другие пропорции. Вот у них намного больше голова. То есть они такие более... Ну, типа дети, да, получается. Пропорции другие. Все-таки не взрослого человека, не фэшн куклы. Она просто села. А, села. Ты знаешь, я смотрю в экраны, ощущение, что ты сидишь с мачете, понимаешь? Да, да, да. И такой Вадик тут. Вот. Плюс мы рассмотрели сегодня три фэшн пэка, получается. А, да. Но мы их уже переодели. Мы их уже переодели. Они как раз сейчас на куклах. Два фэшн пэка с одеждой и один с мебелью, которые тоже вышли в линейке вот этих диснеевских фанаток. Вот. Фарева. Что-то там. Ну, короче, то, что мы их всегда будем любить, этих принцесс, и мы за них фанатеем. Вот. Да, сегодня, короче, такой прям обширный, пышный был стрим. Куча классных кукол. Все мне куклы понравились. Это лишняя. Мы просто сравнение показали. Так. Ну, мы все равно себя сейчас показываем. Вот. Скажите, кто вам больше всех понравился? Да, очень классные. Мне все понравились. Смотри, заказать кого-нибудь. Какой-нибудь фэшн пэк. Ох. Ох. Ну, вот. Наконец-то. Наконец-то Володя. Ни одна я сегодня косячу. Остальных двух я открою потом. Либо сделаю на них обзоры, либо на стриме открою. Вот, как так показалось, чтобы они не отсвечивались. Нормально, да, видно. Там у него осталась фанатка Золушки и фанатка Жасмин. Да. Кто хочет посмотреть повнимательнее, поближе, мы уже все показали немножко. Да, мы показывали еще. Ну, в середине стрима. В середине стрима можно будет посмотреть все в записи. Все понравились. Тиана Ван Лав. Но первая Барби удивила. Майфёст, которая фанатки, а больше всего фэшн пэки Маши понравились. Золушка больше всех понравилась. Так. Мне больше всех понравился Вадим. От фанатов Вадима. Какая прелесть. Какая прелесть. Шлите Вадиму донаты. Прикиньте, еще их одежды и миксовать. Да, на самом деле прикольно, что обувь подошла Майфёст Барби. И теперь точно как бы можно где-то разгуляться. Мне все понравилось. Все понравилось. Особенно Барби. Вот. Так. Ее бы с высокой поставить. Но я могу потом сфоткать ее вместе с суперсайз. Она будет меньше суперсайз. Ну да, подписывайтесь, кстати, к Маше в телеграм-канал. Во Вконтакте. Во Вконтакте. И в другие прочие сети. Все ссылки я оставлю в описании. Саня, вообще кто знает Машу и это все. И что она у нас была. Все ссылки уже есть в других видео, где Маша была. Вот. Кто не знает Машу, да. Особенно Барби. Мне в братских не странно. Но покупать не буду. Мини-панк-хлоу. Вон, видите. Да, те, кто в теме братцы. Даже вот по такой маленькой фотке все признали. Вот. Татьяна говорит, приветствую. Татьяна, мы уже заканчиваем. Да, мы уже заканчиваем. Я думаю, сейчас мы закроемся. И вы можете с удовольствием пересмотреть все уже в записи нашей сегодняшней. Ну что, спасибо всем, кто пришел. Спасибо большое. Надеюсь, вам понравилось. Мы старались. Мы получили, по крайней мере, массу удовольствия сегодня играть. У нас тут весь стол завален во всяких этих... Не только стол. Все завалено. Все завалено. Но мы... Лично я, например, получила большое сегодня удовольствие от всех кукол. Мы забыли. Что? Ну слушай, мне его не дать. Она будет как... Оно вывалится. Он тяжелый. Он не удержится. Он... Как этот... В общем, спасибо большое. Сейчас я включу этот. Спасибо большое. Спокойной ночи. Крустой. Понравились все фанатки. Пересматривайте стрим. Я потом сделаю тайм-коды когда-нибудь, когда время будет. Вот. Так что все. Спасибо. Всем пока. Всем пока-пока. Я отрубаюсь. Вадик, попрощайся. Всем пока. Как это? Вадик, если тебя здесь удерживают силой, да? Покажи знак. Вадик, спасибо. Желтый мой любимый цвет, да? Все. Остановить трансляцию. Ага. Ага.